Так, всем привет-привет, с вами Мэнэл Вагор. Сегодня мы, получается, будем воевать. В принципе, сейчас я попробую тут выполнить одно задание. Оно висит у меня еще с самого начала. Это связано с пактом чешуйки. То есть это такого рода себе небольшая сюжетка. Как бы надо было сделать, получается, ручные бомбы. У меня их не с чего было делать. Но сейчас я уже поиграл довольно-таки много. Практически три недели, даже больше. Я, по сути, играю в эту игру. Она мне очень сильно зашла. И я как бы просто там катался, не знаю, покупал, продавал, убивал. Ну, в основном я разные небольшие корабли... Так, сейчас, секунду. Надо прикрепить мины. Какая-то дичь, одним словом. Так, и получается, я уже играю довольно-таки давно. Много этих всех убивал. И оказалось, что я очень большую кучу с них уже понасобирал расходников. И, собственно, создал эти бомбы, которые мне нужны. Так, развернуть. Бомбы. Это, наверное, эти бомбы и есть, которые я, собственно, делал. Надо их развернуть. Сейчас развернем. Потом я сохранюсь, и мы будем сегодня воевать. В принципе, я флот внушительный уже довольно-таки собрал. Как я его там смогу разместить? Вопрос. Правильно? Так, а ну подожди. Я их так обыкновенно могу разместить? Так, зонд не то. Лазерная нет. Мне, наверное, надо выйти в скафандр, потому что эти бомбы связаны со скафандром. Там будет бомбомет? Ага, есть. Вот оно. Есть. Где лучше убраться оттуда? Подрыв мы обеспечим сами. Ай. А, стоп, я же не попросил. Разрешение на стыковку. Ё-моё. Разрешение на стыковку получено. Так, теперь надо быстренько отсюда свалить. Так, залетаем в стыковочный отсек. Быстренько садимся. И быстренько сваливаем. Пак чешуйки сейчас очень будет разозелен. Так, в принципе, сегодня я, в принципе, думал воевать против пакта чешуйки. Но у них станций не так уже и много. Так, надо ожидать. А, вот, собственно, этот кораблик. Феликан. Защитник. Ага, это и есть корабль пакта чешуйки. Но он сейчас очень сильно рванет, скорее всего. Поэтому я отличаю назад. Сейчас он пристыкуется и по логике взорвется. Такая себе диверсия. Итак, пока он, собственно, стыкуется, я покажу, какой у меня большой уже флот. Вот, собственно, вот это все мой флот. И плюс еще тут строятся кораблики. Протом, что один из них корабль поддержки очень большой, он долго будет строиться. Но вот это, по сути, все мои корабли. И большая часть из них, это как раз идут боевые корабли. Все они сейчас прокачивают свой экипаж. Почему прокачивают экипаж? Потому что он очень важен. Чем лучше экипаж, тем, собственно, будет лучше... Ну, то есть увеличится количество операций, которые он сможет выполнять. А что, мне надо пристыковаться сюда или что? Не, ожидать. Ну, я так понимаю, вот этот корабль, который пеликан, это у нас, получается, добытчик, он по логике. Сейчас он должен пристыковаться и, по логике, он должен взорваться. Ну, как минимум, этот шлюз стыковочный должен подорваться. Как минимум. И, короче, сейчас вот это все дело произойдет. Я, если что, сохранюсь, объединяю все корабли в большой один флот и буду атаковать. Не знаю, в принципе, я все корабли, скажем так, каждый практически... Ну, то есть даже серию, какую я там строил, я уже потратил фиг знает сколько бабла. Это было очень много денег и, получается, ну, то есть тут счет идет на сотни миллионов. То есть вот сейчас у меня осталось 7 миллионов, это потому что я поставил еще в очередь строить вот эти корабли. То есть тут один аист стоит 33 миллиона, то есть это очень дорого. Я потратил на вот эти все корабли. И, ну, короче, очень дорого. Вот эти цербера, они... Так, это у нас... А кто это у нас говорит? Давай, пускай воюет. И, получается, это потрат... Ну, короче, я потратил очень много ресурсов. В принципе, у меня и заработок неплохой. И я уже как бы и построил тут свои станции, которые тоже неплохо торгуют. Плюс у меня очень много кораблей на торговлю, на добычу. И, как бы, в конечном итоге я зарабатываю довольно-таки много кредита. Вот, буквально, вы можете видеть, каждую секунду у меня выпрыгивают разные уведомления о том, что идет торговля. То израсходовано, то, как бы, получено. То есть, получается, корабли на какой-то станции, ну, то есть торгуют, покупают какие-то товары, везут в другое место и там продают их дороже. То есть, в этом суть, как бы, торговли. Плюс у меня есть свои станции, которые уже тоже торгуют, производят разные ресурсы. Торгуют, продают их. Собственно, на этом я и тоже зарабатываю. Короче, больше всего, в принципе, я зарабатываю на добыче, как газа, так и разных ресурсов. И все это прокачивает экипажи, они становятся лучше, они после этого добывают лучше. Ну, то есть, автодобыча, улучшенная автодобыча, там они уже в другие квадраты летают, добывают, сами ищут источники ресурсов. И, короче, это очень круто. Так, незаконная атака, мародер. Короче, что-то это. С кем мы будем воевать? Будем воевать сегодня с ксенонами. Я планирую сегодня, как минимум, захватить один квадрат. Может, даже два. И сразу же туда своих строителей. У меня просто есть три строительных корабля больших. Два из них сейчас заняты. Один свободен. О, кстати, сейчас будет взрыв. Смотрим, смотрим. Прикольно. Э, где взрыв-то? Что-то он вроде пристыковался уже. А, вот, все. Сейчас по логике дроны должны взлетать. Грузовые, которые перевозят товары. Э, ну, по логике, да, вот дроны пошли. И сейчас должно рвануть. Да. Выйдите на страз. Нам нужно подкрепление. Срочно. Но они все равно как бы дальше катаются. Ну, раз уж веселье закончилось, давай вернемся к поставленной задаче. Мы собираем информацию на главных шишек из бакта чешуйки. Тех самых, с которыми нам предстоит договариваться. Теперь, когда мы показали зубы, они, пожалуй, станут более сговорчивы. Мы собираемся выследить конца. Ты и другие корабли должны ждать в режиме готовности на случай любой подходящей возможности. Тебе назначен сектор для патрулирования. Если что-нибудь заметим сами, дадим знать. Так, патрулировать выбор категории. Раз попали. Принято. Сопротивляться, конечно же. Всем дадим пиндюлей. Так, сейчас автосохранение. Но мне надо сделать отдельное сохранение, потому что если я сейчас сделаю флот, пойду на ксенонов, и у меня вот эти автосохранения, а их тут всего три, они будут идти одни за другим, они как бы мое сохранение, то есть то, как я сейчас не собрал флот в кучу. Получается, у меня каждый корабль сейчас какую-то делает или автодобычу, или автоторговлю, или перевозит товары. Но это зависит от того, насколько у него развит экипаж. То есть у меня есть такие корабли, которые старые. у них уже экипаж полностью, абсолютно, на 100% прокачан. И они торгуют очень хорошо. Поэтому, собственно, их можно... Ну, то есть как я их прокачиваю? Я вот это же ставлю. Есть такие корабли, которые вообще не прокачаны. Скажем так, вот только построены. Вот сейчас, кстати, можно будет... Я это покажу. Вот, допустим... Вот, кстати, одна моя станция, вторая моя станция. И вот эта третья, это, собственно, она строится. Она очень большая. Тут очень большое строительство у меня. Она, получается, строится. Вот это уже полностью готово. Да, это уже полностью готово. Здесь у меня производство четырех вроде видов ресурсов идет. Или пяти, что-то такое. И также вот еще есть одна. Но она в стадии строительства. Она самая молодая у меня. Ну, я не скажу, что она прям очень большая. Но она строится. Потому что я ее последней начал строить. И, в принципе, этот квадрат... Здесь не так уже и много станций. То есть, по сути, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну и мои. Получается, чем больше я тяну, вот тут уже три. Была раньше только одна. То есть, они уже их построили. Вот тут, короче, есть две, три, четыре. Короче, они очень быстро как-то строятся. По сравнению даже со мной. Ну как даже со мной. У них-то было больше, больше определенно. Так, вот, допустим. Вот эти все корабли, что в этом квадрате катаются, вот эти мелкие. У них нет еще возможности у экипажа торговать самостоятельно. Вот, допустим, мы выбираем любой корабль. Информация. И что мы видим? Допустим, экипаж. Вот, экипаж ученики. Ученики новобранцы. У них очень мало еще звезд. И у них нет вот здесь, вот, посетить известные станции. Если они будут прокачивать свои умения, у них появится вот распространять товары. То есть, чем они сейчас больше там катаются, сами что-то летают, по разным станциям там гуляют. Они зарабатывают опыт. Собственно, когда здесь станет две звезды, появится возможность распространять товары. Ну, можно, конечно, купить капитана где-то хорошего за реальные бабки и посадить на этот корабль, и она появится. Но это очень долго, и у меня очень много кораблей. Ну, короче, на это я потрачу очень много времени. Нет смысла. Поэтому они просто катаются себе по станциях, эти капитаны зарабатывают опыт, и со временем у них появится вторая звезда. Вторая звезда позволит им уже распространять товары. Они будут где-то брать товары, везти их на какие-то другие станции, или продавать. Или же, ну да, я это так понимаю, или же просто, допустим, между станциями, когда какой-то станции нужны какие-то товары, они будут их туда доставлять. Все. То есть, в этом как бы смысл. И потом, после этого всего, если у них появляются три звезды, появляется возможность автоторговли. Что это такое? Вы выбираете эту функцию, и они сами тратят ваши деньги, покупают какие-то товары, ищут другую станцию, где их можно продать подороже, и, собственно, там продают. В этом весь смысл. И, как бы, делая это все, экипаж прокачивается. Становится больше звезд, прокачивается и мораль, и пилотаж, короче, и торговля, и, короче, все. То есть, в этом вся суть. Так, собственно, я прокачал практически все свои экипажи. Те, которые у меня очень старые уже экипажи, ну, то есть, старые корабли, которые я еще в самом начале покупал, а их довольно-таки много, потому что любые деньги, которые у меня появлялись, я сразу же их тратил на покупку какого-то товара, ой, товара, какого-то корабля. Собственно, так у меня их много и появилось. И эти экипажи старые, они там уже все абсолютно, не знаю, можно, в принципе, посмотреть. Там абсолютно все по пять звезд экипаж. Вот, кстати. Обслуживающий персонал, все по пять звезд. Так же, как и, собственно, сам капитан. Ну, вот, обслуживающий персонал, все специалисты. То есть, они все уже максимально прокачаны. И здесь можно выбирать уже, вот сейчас как бы торгует он. Но можно выбирать, вот, есть автоторговля. Это надо три звезды, то есть, оно появилось. Так же есть и распространение товаров. Можно исследовать, то есть, он сам будет кататься по квадрату. Ну, выбираем, какой квадрат. И он будет с центра начинать по кругу кататься и будет исследовать полностью весь квадрат. То есть, вот такая вот фигня зависит от того, если это добытчик, тоже снова-таки. Ну, хотя сейчас я покажу это. Хотя, ладно, чем мы занимаемся? Мы же не этим должны заниматься, правильно? Мы же сейчас собираем флот, поэтому давай я сохраняюсь. Так, сохранить большая биржа. Давай мы вот... А, ладно. Я просто хотел переименовать это сохранение. Правда, не знаю, как даже его... Можно переименовать, типа, до атаки на ксенон. Типа такого. Сейчас мы, наверное, так и сделаем. Потому что, если вся моя вот эта затея не будет успешной, и мой флот развалят, Более того, потом с флота вытягивать все благочестивые грезы. Перезаписать. Вот. До атаки на ксенон. Вот, все. Перезаписываем еще раз это все дело, пускай сохраняется. И сейчас я создаю... Ну, правда, мой еще пеликан. Пеликан. Это корабль поддержки. Он еще как бы не достроился. Но это долго, это 15 минут. Не знаю. В принципе, у меня, если что, у меня есть очень большой флот. И у меня уже есть один корабль большой поддержки. Я, правда, еще точно не разобрался, как он работает. Тоже надо будет с этим сейчас раздуплиться, что к чему. Так, кстати, есть. Я нашел первую станцию. Вот, Хаакское сооружение. Я, правда, туда летал. Здесь чешуйка. Кстати, смотрите, сколько я уже картой открыл. Я не знаю, это все или нет. Потому что вот тут есть как бы свободные квадраты. Тут есть... Вот тут еще как бы куча места свободного. Я не знаю, там есть какие-то квадраты или нет. Но это вот это пока что я все, что открыл. Конечно, вот здесь я летал очень стремно. Я искал сразу вот эти прыжковые ворота. И от него, короче, летел туда-сюда и, собственно, искал это все дело. Но тут, короче, есть с кем воевать. Итак, что мы, собственно, делаем? Так, вот Зевс Агрессор. Это, собственно, авианосец. Авианосец, это значит, как раз он в подчинении идет... Ну, то есть, с другими кораблями. Вход в систему. Второй контакт. Давай. Будем выбирать, само собой, только военные корабли. Это получается у нас типа эсминцы. Типа такого. Вот эти бегемот-агрессор. Я их сейчас все выбираю и поставлю на атаку. Журавль, это добытчики. Ну, они, собственно, у них другая эмблема. Мы их не выбираем. Кондор, это типа корабль поддержки. Мы его тоже выбираем. Коршун, это уже меньшее, это тяжелые истребители. Их тоже надо выбирать. И кочевник. Это у нас, получается, тоже корабль поддержки идет. Ну, да, это корабль поддержки. Так, магнетар, это добытчики. Мамонт, это строители. Сонра, это транспортные. И цербера. Цербера, это маленькие истребители. Собственно, они слабенькие. Это как расходный материал. В основном, их быстренько убивают. И Эклипс, это вообще очень маленькие кораблики. Автопилот отключено. Так, а это вообще все мои? Вот, смотри, исследователя можно еще сюда закинуть, потому что... Так, Зевс. Зевс, это... Хотя, пускай будет. Пускай все будут в одном флоте у меня. Так, топ-1. Это я специально подписал так свой кораблик. Потому что я бы его потерял в этом всем деле. Так, все, убираем абсолютно все свои боевые корабли. У всех них есть задания отдельные. То есть, они летают, торгуют там. Ну, в основном, торгуют все. Перевозят товары, добывают. Так, и тут еще есть 4-5. Вот Аист, это получается корабль поддержки огромный. Он снабжает флот разными ресурсами. Так, мне надо Зевс найти. Так, как это все сделать? Вот это, наверное, вот так. Все в отряд Альфа. Вот, есть. Флот-1, Зевс. Ага, то есть, максимум в одну группу можно уместить вот эти все, как бы, кораблики. Мы, значит, сейчас вот эти все корабли, остальные, делаем вот так. Заново их надо выделять. И мы кинем их в другую группу. Так, бегемот, кондор, коршун. Кочевник нужен. Так, магнитар. Это все добытчики. Мамонт. Так, 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 так. Вот еще вот. Ай, блин. Все сбросилось. Тупанул. Тупанул. Конечно, это все очень долго. И обратной операции нет. То есть, если я захочу разъединить и дать им предыдущее задание, мне придется с каждым это все делать по отдельности. Это очень долго. Я уже раз это попробовал, и я пожалел. Так, все. Это мы теперь добавляем флот. Так. Атака. Это бета. То есть, максимум во флоте может быть 30 кораблей. Или это к одному. Не приписанные корабли. Ага, то есть, получается, максимум к одному авианосцу я могу 30 кораблей прицепить. Я понял. Я понял. Ну, у меня второго авианосца нет. Правда, вот это кондор. Это по логике тоже авианосец. Давай мы его, наверное, уберем. И он будет у нас другим авианосцем для другой команды. То есть, максимум это, получается, могу 30 кораблей добавить в один флот. Так. Как мы отъединяем от флота? Заходим в задачи. И тут есть, вот он, в группе атака. Мы нажимаем принять. Это отменить действие. Это он, собственно, сейчас отдельно у нас появится. Ну, как вот эти неприписанные корабли. И вот он, собственно, кондор-защитник. Теперь я выделяю. Так, а как-то выделить их кучей не могу. Так. Сейчас мы их быстренько. Кочевник. Капец, просто глаза разбегаются. Я снова нажал эту кнопку, которую не надо было нажимать. Так. И на кочевник теперь мы берем. Атака. Альфа. Все. Теперь у нас, по логике, сейчас второй флот выпрыгнет. Флот 3. Че? В смысле флот 3? Флот 1? А где флот 2? А, вот у него есть группа альфа. А почему неприписанные? Я вот это не могу понять. Почему они не приписываются к кораблю? Я что-то вот это не въехал, если честно. А действительно, почему нельзя? И где мой флот 2? Тогда вопрос. Группа альфа и сразу флот 3. Почему флот 3? Почему не флот 2? У меня же нет флота 2. Ну, то есть флот 1, флот 3. Непонятно. Так, и тут еще, допустим, есть ли тут корабль снабжения? Нет. Тут корабля снабжения нету. Мне ж нужен корабль снабжения, правильно? Я, кстати, что-то не въехал. Зевс, это у нас авианосец. Вот он есть. Тут еще 9 эсминцев, 10 эсминцев, 29 тяжелых истребителей и 2 обыкновенных истребителя. Мелкие, собственно, корабли. И вот где корабль поддержки у меня. Но где? Почему тут указано как бы это? Кочевник. А, так это он и есть, кочевник. Кондор. Информация. Как, допустим, посмотреть, что это? Давай мы сделаем по-другому. Так, сейчас вот здесь, где станция, строительство, купить корабль. Сейчас мы все посмотрим. То, что я что-то, короче, уже попутал. Так, колосс. Это у нас авианосец. Кочевник это вспомогательный. Ага, все правильно. Все я правильно понимал. Возвращаемся к нашим баранам. Как мне теперь кочевника перекинуть в другой флот? Информация. Бульк. Так, у него стоит автоторговля. Серьезно. Так, удалить все. Автоторговлю отменяем. Тик, тик, тик. Так, оставаться на месте. Я сейчас по логике его отключил от этой группы. Но смотри, у него все равно он идет как в группе. Мы сейчас, короче, тогда с Кондором, Кондора и Эклипса. Так как я говорил, надо каждого выкидывать. Вот, есть. Принять. Один корабль выкинули. И сейчас Эклипс я тоже выкину с этого флота. Не знаю, почему, короче, оно присоединилось к Кондору. А Кондор сейчас надо выделить и добавить сюда. О, смотри, 45 кораблей. Значит, я был неправ. В плане того, вот, Кондор добавился. Это у нас корабль снабжения. Я сейчас могу его, допустим, поставить, чтобы он снабжал корабли. Нет, то есть он, получается, просто к флоту привязан и все. Давай еще попробую эти корабли присоединить. Вот, допустим, хотя бы кочевника. Хотя бы. Ко флоту. Нет, кочевника нельзя добавить. Видимо, получается, можно максимум добавить 2. Ну, не знаю, все равно как-то странно работает. Ладно, пойдем по другому пути. Если я здесь поставлю, сейчас снабжать... Так, 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 стыковаться, оставаться на месте. Снабжать флот. Бульк. Командир, выбираем. Командир, выбираем у нас... Зевса. Пункт назначения. Охрен, я узнаю, какой там пункт назначения. Где у нас Зевс находится? Ну, мне же надо, чтобы он за Зевсом летал, правильно? Тогда я пункт назначения не выбираю. Просто нажимаю ОК. И он по логике сейчас... Должен лететь туда. Экипаж у меня тут, кстати, тоже вообще топовый. Ну да, в принципе, я этот корабль еще покупал, когда первого авианосца покупал, я не смотри, просто все уже прокачались. Я просто их поставил на автоторговлю. Я сразу посадил туда опытного командира, поставил на автоторговлю, и за время того, как они там летали и торговали, они прокачались на максимум. Просто жесть. Так, есть. Теперь, где мое собрание? Вот, мой флот, смотри, уже даже тут собирается по чуть-чуть. А, ну смотри, он даже, кстати, тут рядом. Жесть. Так, мне бы, мне бы. Где мой корабль? Надо включить наведение на этот корабль. Чтобы я туда к нему прилетел сейчас. Потому что я вообще где-то... Где-то не там. Так, включить наведение на объект. Сейчас я быстренько туда прилечу. Я хотя бы посмотрю на это все дело, как оно все выглядит. Потому что я видел, они на этого Зевса даже стали пристыковываться. Летаю там рядом с ним. Ну, вообще-то прикольно. Я еще, короче, не пользовался этим всем делом. Я просто примерно понимаю, как это все работает. Вот, видишь, они стоят пристыкованные. Четыре корабля плюс мелкие пристыкованные. Остальные летают. Кстати, я еще что-то могу разную формацию выбирать, я так понимаю. Бульк. Вот это я уже выбирал, разыгрывающий. Давай выберем какой-то на пять звезд. Дротик, вулкан. Эшелон. Эшелон это, наверное, они одним за другим будут идти, я не знаю. Он, кстати, стоит у него автоторговля. Вход в систему. Второй контакт. Мы давай ему оставаться на месте выберем. Чтобы он не летал, не торговал, а просто стоял. И сейчас по логике вот эти все корабли, которые к нему, вот они все летят почти чуть, они должны в какую-то формацию стать эшелоном. ХЗ, короче, как это все работает. Смотри, отозвать подчиненных, стыковаться, стыковаться и ждать. Не, ну, конечно, у него столько кораблей. 45 по логике. Офигеть. В принципе, в основном одни цербера и, собственно, бегемоты. Это у нас, по сути, эсминцы. Да, вроде эсминцы. И сейчас, собственно, я туда прилечу. Посмотрю. Я надеюсь, они за это время, пока я буду лететь, что-то там какую-то формацию все-таки сделают. Да, потихоньку тут летят, собираются. Не знаю, как это все работает, как они будут взаимодействовать между собой, но мне, в принципе, интересно, что к чему. Почему они ничего не делают? Мне вот интересно. Почему здесь автоторговля снова стоит? А, надо же было... Принять надо было нажать. Вот, все. Я, честно, как-то не вижу, что тут какие-то были действия, не знаю. Эти пацаны стоят. Хотя не факт, что они входят в формацию сюда. О, вот, они начали двигаться. Они начали формацию менять. Просто было очень много приказов, и они что-то там стояли-тупили. А что они сейчас делают? Сейчас посмотрим. Они как-то все резко начали, короче, двигаться. Может, они встают в эту формацию? Это, конечно, не точно, но... Возможно. Они вообще куда-то полетели. Эх, так... Как, допустим, управлять флотом? Вот я и им управляю. А, вот здесь, наверное, раздобыть припасы. Собрать развертываемые. Выключить наведение. Поприветствовать. Так. Кстати, я уже изучил технологии. Я могу телепортироваться между кораблями. Кстати, очень классная штука. Я, правда, это очень редко использую, но... Вот. А звать подчиненных. Как-то они, короче, все поразлетались. Не знаю. Вообще, хрен его знает. Работает это, не работает. Как по мне, самый лучший способ... Это сейчас направить... Направить его туда, куда я собираюсь воевать. Вот порочная логика. Я собираюсь здесь воевать. Вот порочная логика 7. Я хочу захватить этот квадрат. Собственно, потом еще можно будет это захватить. Но посмотрим, как мы порочную логику развалим. И сразу же вот у меня один строительный корабль тут гуляет. Короче, он ищет задания на строительство. Это значит, что можно будет... Вот у меня уже 15 миллионов есть. Кстати, как быстро финансы растут. То есть я начинал... О, смотри, сразу плюс 2,5 миллиона. Вот это наторговали. Молодцы. Давай я тогда его перемещу. Флотик свой-то. Так. Лететь. Пока что пускай летит. И давай я сразу же свой возьму. Кораблик тоже сюда. Потому что... Ну, пристыковаться я к нему не смогу. Почему не смогу? Потому что на нем уже куча пристыкованных кораблей. Это факт. Че тут Зевс полетел-то? Смотри, они и правда стали какой-то формацией такой. Вот видишь, то есть я ему дал команду, и они сразу же все полетели. Правда, непонятно почему в эту сторону. Может они как-то будут по этой магистрали лететь. Ну, как по мне, логично было бы, чтобы они сюда перепрыгнули и сюда прилетели, правильно? А они, видимо, вот так будут в объезд лететь. По большому кругу. Да, смотри, как прикольно. Кораблик, конечно, жесть. Посмотрим, как это все работает. Мне приказали сбросить груз. Кто распряшит? Эх, это сбрасывает, короче. Ну, вот это, что выпрыгивает, это полиция, которая контролирует контрабанду. И если какой-то запрещенный груз они встречают... Капец, как финансы пошли. Молодцы. Торгуют прям, пацаны, реально. Если они какой-то запрещенный груз находят, собственно, полиция при сканировании, они таки и сбрасываете груз. Ну, именно это запрещенный. Поэтому... Такое. Лучше пускай... Ну, то есть сбросят. Ну, когда какой-то сильный корабль, тогда можно как бы и повоевать. Он этих полицаев просто завалит, да и все. В принципе, по заданиям, вот если предыдущую взять запись, которую я, собственно, выкладывал по этой игрушке, у меня здесь заданий было просто тьма тьмущая. Вот те все остальные практически все я выполнил. Я поотменял только те, которые были с нарушением... Ну, то есть те операции, которые после моих действий будут расцениваться как враждебное поведение. То есть я не хотел, потому что у меня здесь сейчас, допустим, с фракциями довольно-таки хорошие отношения. А где оно, кстати? Где это посмотреть? Нет, это не то. Это исследование. Кстати, вот мое исследование. Все. Изи. Изи, бро. Так, энциклопедия, сравнение. Вот фракции. А, я тут не могу посмотреть. А где статистику посмотреть по фракциям? Я ж как-то раньше-то это смотрел. Я не помню как. А, вот. Список объектов. Не, не тут. Собственность тоже не тут. Это миссии. Это тоже миссии. Информация. Это не то. Это чисто корабля касается. Но это строительство. Короче, я не помню, где это смотреть. Статистику общую. Ну и ладно, фиг с ним. У нас сейчас есть задание. Задание очень важное. Так, что тут с моими этими? Ну, смотри, полетели. Полетели они все. Да, но я не понимаю, почему они по большому кругу полетели. То есть они сейчас в квадрат дорога к прибыли. А, хотя потом, скорее всего... Я не знаю, как к ним будут лететь. Но мне кажется, они через фортуну напили его. И вот так будут лететь. Хотя там вроде не видно этих телепортов. Короче, пускай летят. Мы им мешать не будем. У них есть цель. Они туда каким-то хреном долетят. Как они это сделают? Нет, ну, конечно, сохранение здесь очень долгое. Я думал, кстати, с союзниками повоевать. И вот эти три квадрата отвоевать себе вообще. Но с другой стороны, потом думаю, у меня с ними репутация. Вроде или 26, или 28. Ну, короче, уже практически максимальная. И смысл мне это делать? Так, вот. Сейчас все правильно. Сейчас плотно вот эти прыжковые врата перелетают. И они будут лететь через дорогу к прибыли. А дальше куда? Что-то новое, короче. Честно, какая-то дичь. Вход в систему. Я не знаю, что они там делают. Ну, вот они все. Вот, собственно, мой авианосец. Куда он летит? Вход в систему. Святое Ветерное. Да, они будут лететь в объезд по большому кругу, скажем так. Они сейчас в Фортуну Напилио. Потом в Благочестивые Грёзы. Потом в Привязание Понтифика. И аж потом в Порочную Логику. Ух, это, конечно, долго будет, наверное. Потому что я вот летел по маленькому кругу, и я уже здесь. Почему они летят туда, по большому кругу, я не понимаю. Жаль, что, конечно, нету напрямик сюда, только бульк и прыгнул. Какие мои, в принципе, действия? Это прилететь сюда, отвоевать. Отвоевать этот квадрат полностью, если получится. Тут, по моим разведанным, здесь две станции. Кстати, тут смотри. А, это перепрыгивает дальше, я понял. Две здесь станции. И, собственно, еще есть одна защитная платформа. То есть, я убиваю эту защитную платформу, две эти станции, и все. По логике, там все чисто, свободно. Можно будет своего застройщика туда закидывать. Давай, наверное, остановлюсь пока что. Почему? Потому что, если я в Порочную Логику 7 прилечу, а я уже туда летал не раз. Получается, там ксеноны, собственно, и они враги. И они сразу же меня будут атаковать, потому что у меня с ними вроде минус 30 уже репутация. Вот здесь кораблей очень много. То есть, ты только перепрыгиваешь в этот квадрат, там кораблей очень много, разных истребителей. И они сразу же тебя начинают атаковать. Это факт, я уже это проходил не раз, так что как-то так. Рейдерская группа. Ну, че вы тут, лолики? Смотри, куда они полетели. А, ну да, все верно. При том, что истребители летят быстрее, чем авианосец, который... Здесь фиг знает, когда еще перепрыгнул. Первый, по сути. Ну и, конечно, сзади эсминцы. Тяжелые истребители медленно летят. Так, я правда не... Есть! Айс уже построился. Отлично. Отличненько. Значит, мы что сейчас? Пробуем делать второй флот. И, правда, не так уже и много осталось кораблей. Так, ну да, в принципе, тут вообще понты осталось. Кораблей. Есть, создаем второй флот. Флот 4. Ну и ладно, пускай будет флот 4. Так, и остались у нас одни застройщики и добытчики. Это хорошо. В принципе, этот флот... Где он у нас, этот Айс? Он... О, вот он. Есть. Мы его настраиваем. Давай на что-то, на что-то. Хотя, смотря какой у него экипаж... По логике у него экипаж должен быть... Хреновенький. Так, и фор... Да, у него экипаж хреновенький. Давай мы сначала поставим... Да, все ученики... Ой-ой-ой, это плохо. Так, снабжать флот. Давай, наверное, пускай он посещает известные станции. Пускай он, короче, это все изучает. Плюс репутацию зарабатывает. А где, кстати? Давай, наверное, вот здесь, в Аргон Прайм. Э, ты где? Что-то я уже не то нажал. Вот это плохо, то, что у него... Так, пространство. Аргон Прайм. Окей. Дистанция вот такая. И все, пускай себе там летают. Плюс эти кораблики к нему сейчас прилетят. И будут там вместе тусить. Так, что у нас-то с флотом? Потихоньку летят. Да, потихоньку. Капец, такое количество кораблей. Смотри, здесь еще корабли стоят. Они туда еще даже не долетели. Ну да, это же все в первом флоте у меня. Да, Кондор. Почему они так медленно все происходят? Наверное, потому что очень кораблей много. То есть они пока перелетят туда все. Смотри, эти еще тут. Эти только прилетели сюда. Пока они сюда доплывут, они еще не всегда, получается, попадают. Прямо сразу в этот круг. Эти уже все тут. Короче, те, что быстрые, они уже все перелетели. А те, что медленные, они еще там, короче, что-то летают сзади делают. Ну, блин, придется ждать. Жесть, как долго. Ладно. Давай пока что я на своем кораблике. Что я сделаю? Я полечу сейчас туда. Магистраль. Полечу туда и посмотрю, что там к чему. В принципе, если я буду всегда быстро двигаться, меня не поймают. Но я заодно и разведаю сразу, что там за обстановка, сколько там кораблей вражеских. И с чем, собственно, мне предстоит сражаться. Но тогда, когда я туда летал, я знаю, что я там точно помню, там было два эсминца здоровых. Это точно. Авианосца я там помню одного. И плюс сразу же там куча было истребителей, как мелких, так и тяжелых. И плюс там еще защитная база. Защитная станция. Поэтому там будет тяжело, короче. Плюс, насколько я понимаю, если я, допустим, на них здесь нападу, они сразу же начнут туда стягивать свои силы. И это будет прям жестко. Почему я сделал такой вывод? Потому что... Епипеп. О, отлично. Почему я сделал такой вывод? Потому что, когда просто нападаешь на мелкие корабли в одном и том же месте, со временем туда прилетают намного сильнее корабли. И если сначала это идут какие-то грузовые корабли, то в дальнейшем... О, смотри, тут здесь уже есть кораблики. С. Что за С? Давай мы ему попробуем вломить. Он, кстати, слабенький. Ну, по крайней мере, щит. Да, слабый корабль. Вот, допустим, я сейчас агрессивные действия против него делаю. Кстати, да, он слабенький. Счастья, здоровья тебе. Что-то с него выпадет или нет? Да, что-то выпало. Давай эти пособираем. Вот это я как раз собирал. Вот такие разные ящики. Вот, дали круизная тяга. Отлично. Ладно, полетели дальше. Вот такими, короче, своими действиями я делаю каку. И в конечном итоге мне прилетает какой-то очень большой корабль. И мне начинает рассказывать, что значит делать каку и что за это будет. Так, С. Это уже какой-то другой у нас кораблик. Я надеюсь, меня этот хвост не зацепит. Скоростной трассы, скажем так. А, ну С примерно такой же, как и был этот. Такой же слабый. Я его очень быстро разваливаю. Кстати, совокупность с вот этими бластерами, ионными, и плюс пулеметы, очень классная штука. Пулеметы их очень хорошо разваливают. Ну, физическую броню, скажем так, корпус самого корабля. А бластеры, они очень быстро выбивают щит. То есть у них урон по корпусу довольно-таки маленький, но урон по щитам у них очень крутой. Поэтому вот эта такая связка, бластер и пулемет, очень классная штука. Ну, не знаю, я так лично по своему опыту это сделал. Такой вывод. Так, яйца космомох, это запрещенный товар. Че мои там, архаровцы? Ага, смотри, они хотя бы уже все сюда перелетели. Все, сейчас они будут прыгать дальше. О, смотри, уже даже как раз четко они прыгнули. Тут, кстати, тоже есть, смотри, станция. А, защитная платформа. Че, если я сначала эту защитную платформу развалю? Давай я сейчас возьму этот свой флот. Флот-плот. И сначала... О, кстати, смотри, сразу же рейдерская группа сюда прилетела. Лететь. И еще, кстати, надо же там же оно по логике... Сначала они полетят туда, а потом будут лететь сюда. По-любому. О, смотри. Бульк. Все, теперь они сюда прилетят. Они сначала в тот квадрат. В том, все эти толпы вернутся сюда. Тут еще где-то рейдерская группа. Не факт, что я, кстати, их смогу победить, потому что... Я заметил то, что рейдерская группа, они очень сильные. Но я так понимаю, он... На очень большой скорости полетел. Я его догнать вряд ли смогу. А нет, вот он. Потому что я не знаю, что у них за оружие, но вот эти рейдерские группы, они зачастую очень жестко разваливают. Ну че, понеслась? Оп. Выстрелят на так. Ого. Смотри, как он быстренько на 7 километров от меня свалил. Нормально, да? Но он сейчас должен вернуться, да. Потому что они же атакуют как-то. Вот тебе и истребитель. Не, однако в славе не. Капец, да я не успеваю так быстро мышкой водить. Ну, вернее, как у меня двигателей в мощности не хватает. Отлично. Так, сразу же останавливаемся. Тут где-то он потерял. Потеряшка. Свои грузы. Вот так, собственно, я и заработал весь груз. Я, собственно, его и продаю. Это очень довольно-таки неплохо. По прибыли идет. Так, что у нас здесь со станцией? А где она, собственно, кстати? Я ее не вижу. Ну, то есть на карте я ее вижу, а визуально я ее не наблюдаю. А, вот есть. Ксенонская защитная платформа. Защитная платформа. Кстати, она вроде строится. Или мне показалось? Да, они ее строят. Это значит, что мы ее можем развалить. Кстати, интересно, ее можно как-то захватить? Ну, по мне тут надо, наверное, какое-то пожестче оружие. Да, она только строится. Ну, мне кажется, я ее не развалил. Потому что здесь нужны плазменные пушки, которые наносят очень много урона. Они ее, получается, начали строить, но почему-то забили. Я не вижу здесь строительного корабля. Или у них бабки закончились, или что? Короче, я не в курсе. Ну, вот. В таком виде это любой объект, который вы будете строить, даже корабли, пофиг что. Он выглядит вот так, когда он не достроен. То есть в процессе строительства. Здесь внизу находятся модули. Нет, ну как, это, конечно, не бесполезно, мои действия, но я буду очень долго это все убивать. Я сейчас лучше подожду свой флот, и они развалят эту станцию. Просто на изи. А я сейчас сторонку отлечу и просто буду на этим наблюдать. Так, ну я так понимаю, мне флот еще долго ждать. Так, давайте посмотрим, где они там. Аллея. Ну, они хотя бы уже практически все сюда приперлись. Ну как, практически. Они уже в притязании понтифика, а это уже значит, что они уже в этих системах. Потому что, ну, порочная логика, они не принадлежат фракции. Это же получается, кто это? Да, 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 сопротивление понтифика, или как оно называется. Короче, у меня с ними плюс-минус неплохие отношения, плюс-минус. Вот они, кстати, мне дали задание фабрику им здесь построить. Я ее построил, мне заплатили, при том, что я затратил средств на постройку этой фабрики. Вообще там понты, там миллиона два. О, кстати, смотри, видишь, буль-буль-бульк. И уже тут приехал шахтерский корабль. Давай мы, короче, атакуем. Атаковать. Сейчас мы убираем задание лететь. Плохо вот это, что оно как бы... Вот, все, и теперь атаковать. Я же на своем кораблике сейчас буду атаковать. Тут где-то только что корабль прилетел. Если он, конечно, не свалил уже дальше. Нет, он свалил. Плохета. Не, ну вот это, конечно, стоп, что-то было красненькое. Вот, есть. Ти. Ти. Стой, Ти. А, он уже... Эх. Уже прыгнул на полосу. Ну ничего. Это, кстати, очень хороший подарочек. Такой себе недостроенная станция. При том, что здесь даже нет застройщика. Я не знаю, почему они отменили строительство. И закинули это все дело. Или у них ресурсы закончились. Не знаю. Лично я в постройку станции вкладываю сразу же там миллиона четыре, где-то я оставляю, чтобы хватило этих денег. Ну там, по сути, где-то миллион четыреста, где-то так надо на постройку станции. Но я неплохо так денежки туда вкладываю, чтобы оно все строилось. И все было гуд в этом плане. Допустим, если я нажал атаку, они полетят какой-то частью. Ты смотри! Ты видел, какая формация? Офигеть! Вот это я понимаю, конечно. Смотри, вот это они летели быстренько сюда, но что-то промазал. Промазал, теперь возвращается. А вот истребители сейчас будут прыгать. То есть, они перелетают сюда, выстраиваются в формацию и потом летят аж дальше. То есть, вот так все это. Это не то, что они просто летят одной кучей. Вот, они все уже попрыгали сюда. Да? Да, я прав. Короче, это будет долго. Кстати, истребитель-то тут катается. Так, оно, хрэ. Смотри, 41 километр. Он здесь катается. Или он патрулирует просто? Или как? Сейчас мы к нему подлетим. Если что, завалю его. Давно, кстати, я очень много кораблей убивал. И чем дальше я захожу, тем... Больше я понимаю то, что они корабли перестают бросать. То есть, они как бы погибают. Но корабли не бросают. Ой, 4 километра. Не, он так не честно. Малыш. Я должен сейчас пролететь. Ага, хренушки. Мне надо в него только раз попасть. Чтобы он обратил на меня внимание. Тогда он будет со мной воевать. Офигеть, да? Я не успеваю за ним просто. Оп, не в ту сторону. Позор моим сединам. Я не успеваю так мышкой жестко водить. Тут летают. Очень истребители вот эти быстрые. Подходим. Стира 190-10. Л栽域. Не кое. Я не успеваю так. Напáfic 20-70. Позор моими слойämäsel. Отлично Есть Так, собираем груз Кстати, полезная штука Потому что за вот этот груз, даже если ты его продаешь Ой, а этот я не смогу взять ящик Даже если ты его продаешь То тебе дают неплохо Баблица за это все дело Вот этот ящик я не смогу взять А вот это, кстати, плохо Потому что здесь что-то очень крутое, скорее всего, находится Плохо Контейнер с амуницией Ну вот, с амуницией Счастья, здоровья Все, полетели обратно Так, где там наши архаровцы? О, смотри Они уже в эту систему прилетели И не прошло полгода Час Час понадобился? Не, ну я, конечно, не сразу флот собрал Я где-то минут через 15 Через 15 стал флот собирать Ну смотри, тут, кстати, уже есть Это понтифика, короче, фракция Они уже тут тоже флот держат неплохой Но у меня с ними все найс То есть, по логике Он, кстати, первым авианосец полетел Ничего себе Пардон Но они со мной воевать не должны Потому что у меня с ними плюс 7 Или плюс... Да, что-то Что-то такое Короче, они, в принципе, со мной В дружественных отношениях Ну смотри, как они сразу зашевелились все Видишь? Мои Архаровцы прилетели Ну смотри, тут они еще, правда, летят И куча целая Жесть Тем не менее, пока мы ждали Пока они тут прилетят У меня уже 20 миллионов накапало Ну это просто Такой Я изредка об этом говорил Чтобы просто показать Насколько Быстро у меня фармятся Финансы Так У них задание Атаковать Они сейчас эту формацию делают Тут разлетаются А потом аж полетят туда Ну а может им какую-то другую формацию Запобахаем, а? А, так тут вулкан и стоит Ну я просто стараюсь выбирать Вот такие Где по 5 звезд Эшелоны-то, я так понимаю Они в ряд будут стоять Или как? Фихи узнают Пускай будет вулкан Пускай будет О, кстати, смотри Тут еще один кораблик Прилетел И не один, кстати, прилетел Вот этот ближе будет Давай мы сейчас к нему тут Быстренько прилетим Эс это у нас торговый корабль Какой-то Или он что-то перевозит Да, это Перевозит, скорее всего, что-то Короче, торговый корабль Его можно Бабахнуть Сейчас Быстренько Кстати, у меня щита нету Он меня в щит разваливает Без щита разваливает Так, есть Этого завалили Я, если честно, хочу Скопить как можно больше Кораблей вражеских Поэтому я так их По чуть-чуть тут Истребляю Так Процессор Нашел Вот этот процессор Кстати, неплохо стоит Я надеюсь, тут не вода Нет, не вода Потому что, ну, воду Вот такие корабли Как у меня маленькие Воду Они не собирают То есть Есть большие контейнеры Они с водой И они не собираются Собираются Обыкновенные Вот эти маленькие Контейнеры Которые я, собственно Потом могу продать И выручить За это баблица Или же Накопить их Очень много И собрать потом Что-то получше Типа какую-то Кашицу Из там Космомух Каких-то там Она стоит Миллион целый К слову Там надо 50 Вроде яиц Космомух И она там Что-то потом делает Какой-то Не знаю То ли есть Яичница То ли что Ну, короче Из Космомух Это все делается Так, что там Что там мои там Не летят еще Еще выстраиваются Ну, а ловчина Приколе Вперед полетели Есть, полетели Наконец-то Ну, они Они хотя бы Все перелетели Да, все Смотри Ничего себе Не скажу Что у меня Прям большой Флот Но, по крайней мере Мне кажется Если бы я Тупо всех Бегемотов Навалил А не вот этих Церберов Слабеньких Это было бы Получше Понеслась О, кстати Тут еще один Кораблик прилетел Шахтерский корабль С Все, это Добытчик у нас Его Его надо Валить Ну, от пулемета Можно уклоняться Но Когда Он стреляет С очень большого Расстояния Он сейчас Находится По сути Довольно-таки Близко Поэтому Я не могу Оп А почему Здесь он Сбросил Весь груз Свой Че, дурачок Так Модуль Дешифровки Ни черта Не вижу Ага Есть Вижу Так Еще один И тут Еще вижу По карте Два Чего-то Есть Единственное Я не вижу Где Где Что А вот Есть Еще Два Ящика С чем-то И Здесь А, вот Вот Собственно Вода Вода Не берется Это Как бы Я уже В курсе Просто Что это Вода И как бы Могу сказать С уверенностью Что оно Не берется Так Давай Сейчас Поближе Подлечу К этой Станции Я хочу Посмотреть Как мои Будут Атаковать Это Все Дело И Собственно Посмотрю А, они Уже Смотри Они Еще Тут Быстренько Быстренько Однако Летят Так Еще Я хотел Настроить Флот Но Это Правда Я не Весь Флот Наверное Настрою Так Неперсональные Инструкции Вот Все Не На Защиту А Атаковать Всех Врагов Это Все Получается Но Правда Не Все Корабли Это Еще Каждый Корабль Надо Так Настраивать Почему Здесь Они Стоят Да Да Тут Конечно О Смотри Они Уже Атакуют Молодцы Однако Притом Притом Что Это Только Эсминцы Прилетели Вот Они Уже Атакуют Станцию Ух Я Представляю Какой Махач Сейчас Будет Там Дальше Вот Это По сути Прилетели Даже Еще Не Эсминцы А Тяжелые Просто Истребители Они Пулеметами Жарят Корпус 90% О Это Кстати Довольно Таки Быстро Развалят По логике Что Вот Это За Ящики Куда Они Тут Зялись А Это Астероиды Пах Дон Так Уже 87% Корпуса Ладно Сейчас Подожду Они В принципе Все Подтянутся Они Тут Будут Довольно Таки Хорошо Все Разваливать В принципе Я сейчас Захватываю Этот Квадрат Если Получится И Сразу Там Строю Защитные Станции Возле Вот Этих Разных Телепортов Возле Скоростных Трасс Короче Потому Что Мне Надо О Кстати Ракета Полетела Только Что Было Видно Маленькое Синенькое Я им Всем Ракет Понакидывал Они Как бы На Авто Управление И вот Эти Ракеты Они Очень Круто Разваливают Это Я уже Знаю Точно Мало Мало Пока Что Кораблей Прилетело В принципе Самые Быстрые Прилетели И они Пока Что И Разваливают Но Вот Эти Маленькие Тяжелые Истребители Они Не так Много Урона Наносят Как Большие Корабли Поэтому Надо Подождать Вот Собственно Только Один Осьминец Только Здесь Катается Собственно Это С него Ракеты И летели Большие Откуда Взялись Вот Эти Разбитые Астероиды Это Что Они Как Быстреляют И Видимо Попадали В Астероид Вот Это Можно Сейчас Грузовыми Дронами Собрать Которых У меня Нет Ну На этом Корабле Они Есть В принципе На Авианосце Поэтому Я думаю Если Авианосец Сюда Прилетит Смотри Жарит Так Все Слетелась Уже Банда Уже Видно То Что Они Прям Сдалека Со Всех Сторон Жестко Развалят Тут Кстати Авианосец Уже Прилетел И он Тоже Лазером Разваливает Вот Вот Теперь Они Довольно Таки Быстро Разваливают Смотри Уже 70% Ну Прикольно Смотри Прям Как Жестко Офигеть Это Еще Не Все Прилетели Смотри То Еще Сколько Сюда Летят Сейчас Они Тут Им Покажут Что К Чему Ой Чувствую Долго Сейчас Я Буду Там Воевать Не Фак Что Правда Я Еще Смогу Победить Кстати Жесть Прикольно Вот Так Экипажи И Качаются То Есть Чем Они Больше Везде Летают Взаимодействуют С чем Делают Какие Действия Тем Быстрее Они Развиваются Поэтому Даже Наверное Полезно Во флот Объединять Много Кораблей И Чтобы Они Атаковали Ну То Катались Что Там Решали Торговали Не Знаю Правда Как С Флотом Работают Но По Логике Они Все Рано Летают Даже Если Они Сопровождают Какой То Корабль Они Все Рано Что То Делают Правильно Сопровождают Поэтому Да Давай Я Наверное Пока Что Опа Я Тебя Принесу Ай Я К Кораблю Прицепился Гравитация Корабля Зацепила Меня Все Отлично Вот Это Тут Конечно Пошло Так 24% Сейчас Будет Очень Большой Взрыв Ну Я Правда Не знаю Я знаю Когда Целая Станция Ты Убиваешь Большой Взрыв А это Как бы Была Недостроенная Не знаю Что Тут К чему Будет Сейчас Посмотрим 17% Осталось Я Что Хочу Еще Сделать Я Хочу Сейчас Хотя Бы Для Своих Эсминцев Поставить Чтобы Они Атаковали Всех Врагов Ну Турели Потому Что Я Настроил Только Что Турели Именно Для Авианосца А Именно Для Этого Я Не знаю Кстати Где Авианосец Куда Он Улетел Он Кстати Может Улетать Он Может Допустим Воюет Воюет Взял Куда Отлетел Что Там Короче Поделал Восстановился Отремонтировался Вернулся И Дальше Воюет Все А что Взрыва Не будет То есть Из-за того Что она Недостроенная Взрыва Не будет О Смотри А Что это А Все Есть Зевс Агрессор Кстати Смотри Они Атакуют Какие То Кораблики Шахтерский Корабль Они Его Тоже Атакуют Хех Прикольно Правильно Так Все Станцию Развалили Молодцы Блин Тут Столько Кораблей Моих Что Я Прям Аж Теряюсь Они Кстати Уже Всех Подряд Атакуют Вот Кстати Авианосец Они Всех Подряд Кораблей Атакуют Уже То есть Сюда Корабли Прыгают Разные Ну Именно Этой Фракции Ксенонов И Они Всех Атакуют Так Давай Еще Это Настрою У Всех Эсминцев Чтобы Они Атаковали Так Флот 4 Нам не надо Вернее У Бегемотов Ну Все Правильно Это Эсминцы Блин А можно Как-то Толпу Их Настроить По логике Можно Правильно Допустим Я их Все Выделяю Они Все Одинаковые У Меня Так Следовать Оборона Атака Нет Нифига Нельзя Надо По одному Это Все Делать Давай Я Наверное Сейчас Это Быстренько Все Сделаю По крайней Мере Попробую Для Парочки Так Все Турели На Атаковать Всех Врагов Все Идем Дальше Второй Информация Защита Заряжена Это значит Что они Активны Заряжена А то Что я выбираю Атаковать Всех Врагов Это значит Что они Будут Атаковать Всех Врагов То есть Логично Так Тут Уже Активно Единственное То Что Это Все Очень Долго Делать И К Сожалению Нельзя Это Как-то Ускорить Ну То есть Допустим Группой Группе Приказывать То есть Это Делать Это Плохо Ну Это Круто Когда Прилетела Толпа Вломили Люлей И Улетели Главное Чтобы Не было Такого Что Они Сейчас Допустим Ксеноны Я Сейчас Улечу К себе Домой Типа Все Я Наигрался Они Потом Соберут Свою Армию Прилетят И Начнут Мне Рассказывать Что Почем Хотя С другой Стороны Это Было Даже Круто Потому Что Так Сохраняется Ну То есть Такой Интрига Интрига И Эта Игра Станет Еще Интереснее А не Просто Ты Там Полетел Люлей Вломил И Знаешь Что Тебе За Это Ничего Не Будет Максимум Если Ты Прилетишь На Их Территорию Они Будут Тебя Атаковать Все Так Сейчас Я Везде Поставлю На Атаку По крайней Мере У эсминцев Потому Что У них Очень Много Турелей И Это Кстати Хорошая Идея Есть Еще Такая Же Фигня Ну Допустим Есть Дроны Защитные Этих Защитных Дронов Тоже Можно Настраивать На Атаку Вот Собственно Вот Это Они Внизу Защитные Дроны Если Поставить Здесь Тоже Атаковать Всех Врагов Это Очень Плохая Идея Я Раньше Так Ставил Они Просто Вылетали Даже Где-то Рядом Там Пролетает Какой-то Корабль Вражеский Они Вылетели И Погнали Короче За ним В другую Систему Куда-то Полетели Я их Так Короче Всех И Терял Потому Что Они Очень Редко Возвращались Так Все Есть Мне Бы Кстати Простыковаться Куда-то На Авианосец А тут Наверное Даже Некуда Стыковаться Разрешение На Стыковку Получено Буллик Ой Как Не Вовремя Сохранение Уже Простыковался Потом Сохраняй Себе Кстати Смотри Экипаж Не Полный 158 Человек Видимо Я А Да Я Этим Авианосцем Хотел Один Абордаж Сделать И Видимо Вот Это Как раз Эти Людишки Чуть Чуть Умерли Так Сейчас Я тут Стыкуюсь Иду На мостик И Буду Так Управлять Потому Что Так Сбоку Смотреть Плюс Меня Тоже Могут Убить Правильно Есть Смотри Сразу Все Корабли Садятся Прикольно Прям Короче Ожонь Так Все Пошли На мостик Сейчас Я Быстренько Тут Встану И Буду Отдавать Дальше Приказы Куда Лететь Итак Мостик Вот Он Собственно Мостик На Авианосце Он Очень Крутой Очень Большой Вот Я Тут Стою Не Буду Ну То Капитана Я Не Буду Отвлекать Он Пускай Себе Тут Работает Смотри Гоняются За маленьким Это Кстати Как раз Защитные Дроны Гоняют Давай Мы Короче А Стоп 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 Есть Все Теперь Активировал Давай Короче Вот Это Все Поубиваем Он Чисто Ради Прикола Мне Интересно Как Это Все Будет Выглядеть Отсюда Жаль Что Нет Какого То Не Знаю Смотровой Площадки Чтоб Я Да Вышел Стол Я Живу Отсюда Просто Даже Не Вижу Этот Корабль Но Мои Вот Истребители Уже Туда Полетели Я Тебя Уничтож Жду Распоряжений Так Есть Там Убили Мне Надо Теперь Чтобы Вернулись Мои Все Дроны Допустим Можно Еще Этот Атаковать Вот Кстати Дроны Тоже Там Того Убили И Сразу же Возвращаются Даже Не Возвращаются Они За счет Того Что Я Выбрал Атаковать Всех Врагов Они Сразу Атакуют На Этого Потому Что Он В Зоне Зоне Поражения Короче Так Вот Он Махач Все Завалили Почему Ты Ничего Не Говоришь Картинка Появилась А Ничего Не Говорит Так Ладно Короче Это Все Долго Этих Всех Маленьких Бить Правильно Давай Мы Наверное Прыгаем В этот Квадрат И Начинаем Тут Разваливать Да У него Есть Кстати Команда Он Туда Сейчас И Летит Ну Ты Смотри Прям Молодец А Это Мой Корабль Сюда Должен Был Прилететь Выключить Наведение А Зевсом Сюда Летим Э Зевс А ну Полетел А ну У него Есть Приказ Отозвать Подчиненных И Лететь Он Сейчас Значит Все Корабли Сядут Маленькие Он Отозвет Своих Дронов И Потом Он Начнет Лететь Не Конечно Отсюда Наблюдать Как бы Да Но Нет Мне Кажется Надо Все Таки Садиться В свой Кораблик И Наблюдать Кстати Кстати Я могу Тут Сесть А Они Погружаются В эти Встыковочные Разные Бункеры Офигеть Ого Как вас тут Много Кстати Смотри Они Атакуют Сразу Вот Отсюда Кстати Веселее Смотреть Вот Мой Корабль Офигеть Сколько Их тут Поднимается Смотри Охренеть Вот Это Мощь Сразу Смотри Ракетами Долбят Офигеть Не Народ Это Реально Круто Особенно Когда Ты Знаешь Что Это Все Твои Корабли И Это Все Твой Флот Эклипс Агрессор Офигеть Да При том Что На эти Корабли Могут Еще Сажаться Другие Корабли Охренеть Да Красиво Скажешь Мегемод Агрессор Так Единственное я не пойму почему они не летят Правильно А он пока что собирает свои Да Отзывает Подчиненных Вот видишь Подчиненные За кем погнались Поэтому мы не летим Они пока не убьют Просто вот этот корабль Они Не успокоятся Это факт Поэтому этот авианосец Будет стоять Запрашиваю Разрешение На стыковку Стыковка В очереди Декс Агрессор Не Ну конечно Очень прикольно То что они Двигаются Каждый Сам по себе Ну это реально Блин Сейчас вот этого Будут атаковать Так Наконец Вместо Тут этого Убили Летят Обратно Хорошо Они сейчас Вот этого Будут атаковать Наверное Потом уже Аж будут Лететь Но было бы Хорошо Чтобы они Сразу же Полетели Сейчас Дроны Вернутся Так Жаль Тут время Нельзя ускорять Но вот этот Шахтер Это же Да Шахтерский корабль Он летит Как раз Четко К моим кораблям Вот Все Пошла Уже Агрессивная Музыка Сейчас Они его По логике Должны А Они уже Его убивают Да Они уже Короче Бабахают С При том что Я не скажу Что прям Очень быстренько Они его бьют Ну и полетим Поможем Ого Пошли ракетки Правда Не очень Точно Но Отлично Ракета Попала То есть У него ХП было Довольно таки Много А попала Ракета И все Счастья Здоровья Оп Контейнер Так Есть Ну что Там наш Авианосец Летит Или нет Дронов Ждет Он пока Дроны Не вернутся Он ничего Делать Не будет Это тот Корабль У которого Нету Как такового Активного Оружия Есть только Очень много Турелей И очень Много Дронов Пока Вот эти Дроны Все не вернутся Эскадрильи Он ни черта Делать не будет Просто Стоит И ждет Ой Так Что там С дронами Дроны Возвращаются Отлично Потому что Это дроны Могут быть Не только С него Это дроны С разных Кораблей Потому что На каждом По сути Вот на каждом Бегемоте Есть На Кондоре Есть дроны Вроде Ну на Коршунах Уже нету На Кочевнике Есть дроны По любому Доми Кстати Эти дроны Направим На Во первых Атаковать Всех Врагов Ага Дроны Только На Защиту Вот Смотри Защитные Дроны 33 Штуки Кстати Всего Их 100 Офигеть Ремонтные Дроны 46 Ну вот Эти Ремонтные Дроны Они Ремонтируют Корабли То есть Это Сам Корабль Поддержки Когда Вот Есть Поврежденные Корабли Он Отправляет Этих Дронов Для того Чтобы Они Чинили Эти Корабли Собственно Для этого И нужен Корабль Поддержки Это Очень Крутая Штука И Здесь То же Самое Получается Но Здесь Турели Больше Нет Здесь Всего Лишь 20 Дронов Так Потихонечку Тут Все Уж Пока Запрашиваю Развешение На Стыковку Давай Запрашиваю Уже Быстрее И Летите Так Есть Вот Защитные Дроны Сейчас Сюда Подлетают Ну Алло Давайте Двигайтесь Сколько Можно Ладно Ладно Давай Сделаем По-другому Мне что-то Кажется Что Оно Зависло Что-то Тут Все Вот Вот Эти Пацаны Вот Эти Корабли Что-то Не Могут Поделить Кто Там Кто Там Первый Будет Короче Залазить Чем Мы Делаем Мы Берем Отозвать Подчиненных Отменяем Команду И он Дальше У нас Начинает Лететь Все Флот И так За ним Полетит Как Не Крути Поэтому Кстати Можно Воспользоваться Гравитационным Полем Си Его Корабля И Лететь Вместе С ним Вот Это Собственно Мостик А Нет Это Турели Это Не Мостик Пахдон Правда Непонятно Что Это За Турель Тут Не Видно Никаких Хотя Может Могут Быть Это Щиты Какие Так Сейчас Он Развернет Свою Жирную Жопу И Собственно Полетит В этот Телепорт Так Я слышу Как Боковые Движки Работают Вот Вот 90 метров В секунду Это Уже Движется Сам Каабль И Я Движусь Вместе С ним Сейчас Везет Сюда И Будет Сюда Бульк Конечно Сейчас Пока Развернется Пока Нету Формацию Выстроят Пока Эти Корабли Вернутся Да Чего Он Другую Сторон Поворачивает Не Ну Это Конечно Очень Долго Серьезно Вот Прошло Уже Полтора Часа Я По сути Убил Эту Недостроенную Станцию Но Это Очень Долго Я Когда Купил Вот Собственно Зевс Агрессор Это Первый Мой Авианосец Я Когда Его Купил Думаю Ух Я Сейчас Буду Тут Кататься Летать Раздавать Я В роли Капитана Стал Я Как Только Заметил Ну То есть Первые Мои Впечатления Какой же Он Медлительный Все Я Короче Забил На него Посадил Сюда Хорошего Капитана Поставил Автоторговлю Купил Себе Маленький Корабль Собственно На котором Я всегда И катаюсь И Все Я После Этого Больше Не катался На вот этих Здоровых Авианосцах На эсминцах Тоже Эсминца Себе Купил Думаю Но он По-любому То есть Я Смотрю По вооружению Он Очень Крутой Думаю Сейчас Возьму Себе Эсминца И буду Тут Тоже Разваливать Но Они Настолько Неповоротливые Настолько Медленные Короче Тяжело Очень Там Скучно Управлять Ими Поэтому Я Забил На это Дело Так Сейчас Оно Развернется Я правда Не понимаю Почему Он Сюда Полетел Если Он Мог Здесь Сразу Развернуться И Полететь Ну Ладно Ему Виднее К сожалению Это Капитан Этот Управляет А что Кстати Я на месте Стою Почему Я вместе С ним Не Летаю Я вроде С ним Лечен Он Как-то Отрывался От Меня Запрашиваю Разрешение На Сток Так Ну Наконец-то Наконец-то Ты Развернулся Какой-то Веки Все Я сейчас Лечу Чисто За счет Его Гравитации Ой Я Я Над Стаковочной Палубой Сюда Надо Убежать Потому что Если Эти корабли Какие-то Хотят Пристаковаться Я Мешаю Убежать 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 Неужели Полетел Ну Такое Как-то Не особо Работает Это 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 Гравитация Ладно Не столь Важно Наконец-то Мы Полетели То Я Быстренько Сюда Лечу Кстати Я Его Обогнал Вот Тут Сейчас Будет Махач Все Или Меня Подорвали Или Я Сам Подорвался Я Чуть Не Понял Если Честно Я Не Понял Или Вот Это Красненькое Это Все Мины Это Тоже Кстати Вариант Это Это Могут Быть Мины Я Когда Сюда На Своем Маленьком Истребителе Прилетал Ну На Скорости Я Когда Пролетал Эти Красные Точки Я Слышал Что Сзади Вроде Как Были Взрывы Этого Могут Мить Мины Но Я Их Не Могу Уничтожать Это Тоже Факт Да Конечно Круто Только В сектор Влетел Сразу Game Over Все Это Значит Мой Корабль Взорвался Может Это И Правда Какие Мины Защитные Ой Не Ну Конечно Целый Флот Потерять Чисто На Минах Это Было Разочарование Всей Федерации Подвервал Весь Плот На Минах Сейчас Мы Загрузимся Я Правда Не Помню Когда Было Сохранение Я Надеюсь Я Уже Ту Станцию Развалил Недостроенную Ты Сейчас Снова Ждать Пока Ну Там Ничего Надо Сразу Направить Если Что Я Даже Сяду На Этот Авианосец Вручную Я его Разверну И направлю Собственно Сюда В телепорт В магистраль Чтобы он Быстрее Сюда Прилетел Так Где Где Я Что Я Ага Я понял Я понял Когда Это Было Это Когда Я Стыковался К Кораблю Этому Тут Уже Все Закончилось Что Я Сейчас Делаю Авианосца Направляю Сразу Туда Там Сейчас Дроны Разберутся Так Уже Быть О Смотри Атаковать Цели В радиусе Это Значит Он Сейчас Туда Летит И Будет Направо Налево Раздавать Подарочки Да Это Так И Лазерная Че Она Так Серьезно Так Далеко Так А Не Так Далеко Неплохо Решил Пикировать На Авианосца Не Ну Авианосец Конечно Лазерами Его Очень Без Лав Убивает Надо Полететь Собрать С него Разные Шмотки А Вот Они Че Те Я Так Яйца Космомух Пять Штук Прикольно Яйца Космомух Они Дорогие Так А Где Этот Кораблик Где-то Здесь А Вот Он Сейчас Мы его Быстренько Отобьем Чтобы Дроны Не Беспокоились Плохо То Что Они Не Сдаются Я Б Сразу Захватывал И В Свой Флот Только Бульк Так Вот Здесь Где Там Мусор С него Да Так Там Вода Там Тоже Вода Это Взял Стыковка Отменена Это Все Все Верно Ну Ну И Че Дальше Че Он Не Летит Уже Все Как Б Все Нормально Флот Выстроился Так Смотри Че П П П П П П Сюда И Ди П Я Раньше Короче Боялся Там Все Дела Сейчас Просто Нападаю Разваливаю Бывает Кое Что И Не Разваливают Ну Сдавайся Не Ну Военные Корабли Очень Редко Сдаются Они В основном Погибают И Все Собственно Как Этот Так Есть Это Ладно Не Хочу Долететь Далеко Сильно Ну Че Тут Авианосец Построились Так Он Разворачивается Это Радует Наконец То Дело Пошло И Полгода Не Прошло Сколько Можно Сто Пролетать Так Ну Твоя Судьба Предрешена Ух ты Сколько С него Вылетело Прикольно Так Какое-то Там Ядро А я Этот Не Возьму Плохо Так И тут В принципе Там Вода Вроде Вылетала Раз Два Вот Это Вроде Не Вода Да Это Не Вода Это У нас Круизная Тяга Улучшенная Так Че Есть Полетел Полетела Авианосец Фу Ну Я Очень Надеюсь То Что То Не Мины Потому Что Если То Мины Все Очень Плохо Мой Авианосец Сразу Попадает На Эти Мины И Все В говне Он Скорее Всего Подорвется Разве Что Он Туда Допустим Прыгает До Мин Он Еще Не Долетает Он Сразу Выпускает Как Дронов Так И У него Есть Турели И Он Эти Мины Будет Разваливать Также Плюс Туда Сразу Истребители Полетят А поскольку У него Стоит Настройка Атаковать Все Цели В радиусе Они Будут Атаковать Абсолютно Все Так Эти Корабли В очереди Ждут Чтобы Лететь За Ним Так Давай По Карте Посмотрю Так Есть Пошли Кораблики Так Это У нас Эсминец Надо Чтобы Авианосец Спрыгнул Но Не Видишь Они Все В Формацию В Строй Вот Этот Эсминец Вот Есть Авианосец Спрыгнул Давай Я Туда Полечу Уже Можно Скажем Так Уже Поддержка Есть Там Давай Наверное Побыстрее Мне же Интересно Что Там Как Будет Развиваться Они Сейчас По Логике Там Должны Все Направо И Налево Валить Вход Вектор Порочная Логика 7 И Так Я Пролетел Это Поле Я Не знаю Что Это Серьезно Это Мины Или Не Мины Но Смотри Мои Кораблики Начали Тут Атаковать Так Я Влетаю В Это Поле Но Это Не Похоже То есть Я Их Даже Не Оно Не Атакуется Это Ну Похоже По Картиночкам Как Мины Какие Кто 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 Атаковал Только Что Серьезно У меня На Карте Рядом Никого Не Было Кто Меня Убивает Но Это Не Дело Может И Правда Надо На Авианосец Пристыковаться Или По крайней Мере Где-то Рядом С ним Все Время Тусить Не Ну Серьезно Я стою Возле Меня Ни одного Корабля Нету И тут Оп Оп И все Я просто Взрываюсь Я не знаю С чем это Связано Короче Просто Ни с того Ни с сего На Тебе Пытаться Не надо Делать Либо Либо Не Делай Йода Не Ну Так и Есть В принципе Когда люди Говорят Что я Попытаюсь Это значит Они Скорее Всего Это Сделают И они В это Верят Что Они Это Сделают Но Просто Возможно Фиаско Какой-то Процент Фиаско Поэтому Люди Говорят Что Ну Я Постараюсь Но Вопрос Просто В том Что Кто За Это Потом Будет Отвечать Правильно Правильно Все Мы Как бы Уже Дети Немаленькие И Ответственность Всегда Несет Кто-то Но Это Обидно Я Уже Второй Раз Сюда Только Залетаю И Может Мне Надо В это Поле Влетать То есть Я Пролетел И Там За Ними Стоять По-любому Если Какая-то У меня Будет Ракета Лететь Или Что Я Как бы Увижу Это Как Все Убит Обидненько Однако Так Давай Тут Пускай Летит А Стоп Я ему Выбирал Уже Задание Или Нет Чтобы Он Туда Летел И Все Подряд Убивал Выключить Наведение И Давай Здесь Я Поставлю Сразу Атаковать Все Цели В радиусе Все Есть Теперь Давай Я Поуничтожаю Этих Кто Тут Есть Если Тут Есть Еще Что Уничтожать Вроде Как Есть Ой Врезался Чток Пи 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 Привет Пи Все Добили Пи 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 Мы Добили Надо Теперь Собрать С него Ящики Контейнеры Они же Оп А Этот Не собирается Это Собирается И Это Собирается Так Есть Плюс Тут Еще Где-то Есть С С Пи С Пи Вот это Я понимаю Название Кораблей Тот П Тот С Тот М Тот З Стыковка Отменена Да Я В Курсе Что Стыковка Отменена Так Собираем Это Все Дело Пока Мой Авианосец Пускай Оттуда Летит Который Раз Пик Пик Давай Этого Пи Уничтожим Он Вообще Стоит Не двигается Так А мои Срезнички Меня тут Помогут Немк Конечно Меня не Развалит Но Я бы не Отказался От помощи Так Все Этого Мы Развалили Не Я Чисто Так Летаю Этих Убиваю Но Я Жду Пока Авианосец Туда Прыгнет Что Тут Собственно Авианосец Разворачивается Молодец Молодец Движение Пошло Давай Еще Этого Полича Убью Сколько Угу 18 Км Че Себе Че Так Далеко С С С От слова С Собака Он же не может Лететь На Варп Режиме Потому Что Я Его Атакую Когда Атакуют Варп Режим Отключается И Больше Того Что Он Отключается Он Не Может Включиться Пока Ты Не Отлетишь На Безопасное Расстояние Или Тебя Не Будут Атаковать Какое То Определенное Время Это Уже Лично Мной Проверено Когда Я Пытался Свалить Включаю Варп Режим А Оно Не Включается Так Авианосец Мой Полетел Получается Потому Что Я Вижу Какое Агрессивное Движение Они Они Слетаются Только Чтобы Лететь О Первые Пошли Да Они Короче Туда Летят Все Как Бы Найс Ох Да Все Понеслась Потихоньку Они Долетят Но Правда Как То Медленно Мне Кажется Если Они Все Пачкой Полетели Было Б Шикарно Что Берут На На Шоссе Прыгают Космическое Зачем Если Им Надо Сюда Вот Смотри Сразу Рейдерская Группа Заметила Что Неладное Начинает Вылетать Блин Я хочу Посмотреть На Этот Махач Так Все Авианосец Полетел Я Сейчас На Него Если Что Пристыкуюсь Смотри Кораблики Кораблики Пристыковались Разрешение На Стрывовку Стрывовка Отменена Вход В сектор Порочная Логика Всем А я Впереди Еще Одну Эсминцы Вижу Так Какие мои Действия Сейчас Пролететь Вот Это Красное Не знаю Че Это Так Все Я Пролетаю И Улетаю В сторону Вот Эсминец Рядом Со Мной Он На Такой Скорости В меня Короче Врезать Не Сможет Я Сейчас Просто Сваливаю Вообще В сторону Там Где Не Будет Вражины Ой Тут Еще Одно Это Поле Че Ты Такой Красная Ну Как По Мне Это Какая Руда Какой Ресурс По Логике Сейчас Надо Пролететь Офигеть Их Тут Так Я Отлетел О Я Даже Флота Своего Не Вижу Че Если Вверх Можно Как-то Перелететь Это Облако Да Можно Ох Они Там Конечно Вражеский Флот Прилетел Давай Поближе К своим Кораблям Подлечу Смотри Я Уже Вижу Там Бои Идут Вот Мои Корабли Сейчас Тут Будет Махач Теперь Надо Найти Авианосца Своего Вот Собственно Я Его Вижу Опа Эх Че Я думал Сохранение Так Все Отлично Не знаю Что это Завзрывается Так Смотри Просто Это Просто Жесть Какая Так Я не знаю Что это За газ Так Что это Так Все Убили Убили Молодцы Красавцы Меня не убили Офигеть Какое Тут Скопление Огня Жесть Просто Просто Засыпали Его Огнем Ну смотри Мои корабли Не реагируют На вот эти Красные Точки Значит Это так И должно Быть Но Моих Потихоньку Жмякает Как бы Мои Конечно Их Тоже Разваливают Ну Кстати Смотри Они взрываются Зевс Агрессор Смотри У него щит Да Эти красные Точки Не взрываются Получается И у него Щит Слетает Вот 92% Как бы Он восстанавливается Но он От этих Взрывов Ну Слетает По чуть Чуть Вот Видишь Взрыв только Что Был Вот Снова Да Это Короче Взрывается Так Ну Надеюсь Там Мои Кораблики Выживут Там Их Довольно Так Много Полетело Так Вот Почему Я Взрывался Капец Как Меня Его Гравитационная Сила Таскает Может И правда Пристыковаться Ну Смотри Я Вот Сейчас Кораблем Не Двигаю Он Просто Крутится Какого-то Хрена Так А где Мои Все корабли Они Они Все Там Все Дерутся Ну Честно Не особо Хочется Лететь Чтобы я Сейчас Снова Не Умер По крайней По крайней мере Можно Вылететь С этого Поля Давай Сейчас Так И Сделаю Включаю Варп Режим Чтобы я Быстренько Это Поле Пролетел И Если Что Зайду С другой Стороны Правильно М Так Все Пролетел Вырубаю Это Все Дело Но я Тут Сзади Наверное Зайти Не Смогу Я Что Хочу Что Повоевать Окей А О Нет А О Нет Не Ну Я Сейчас Если Что В поле Буду Летать Я Не Хочу Ой Кто М Боюсь Придет Тебе В Это Погналит Сейчас Мы Повоеваем Тут Но Их Тут Слишком Много Не Знаю Смогу Ли Свалить Блин Я Сейчас Не Выживу Или Выживу Мне Надо Сейчас Свалить Просто Надо Свалить О Есть Варп Можно Активировать Короче Надо Лететь К своим Как По Мне Мой Флот По Чуть Тут Страдает Скажем Так Хотя С другой Стороны Надо Вот Этого Эсминца Как бы Добить Уже Бля Да Короче Все Я Стыкуюсь К Своему Авианосцу Чтобы Меня Вот Эта Фигня Не Убивала Ну Это Реально Бред Короче Вот Эти Шары Они Взрываются Непонятно Почему Но Они Короче Взрываются Я не знаю Что-то Такое Это Не похоже На Мины Но С другой Стороны Как бы Ну Это Получается Мины Да Наверное Это Все Таки Мины Если На Большой Авианосец Они Влияние Не Такое Уже И Большое Имеют Потому Что Ну То есть Он Слишком Большой У него Слишком Большой Объем Щитов И Это На Него Не Сильно Влияет То На Меня На Мой Корабль Это Считай Взрыв Одной Мины Это Сразу Фатально Все Да Конечно Надо Сейчас Прикрепиться Прикрепиться Пристыковаться Вернее К Авианосцу Пускай Он летит Туда И Я ему Буду Давать Атаку То есть Он Как бы Патрулирует Но Я ему Дам Атаку Чтобы Он Атаковал Именно Конкретно Этот Эсминец Вражеский Если Что Само Собо Они Все Туда Подлетят Будут Всех Подряд Расстреливать И Потом Я Полечу И Станцию Развалю А Вот Это Поле Минное Ну Конечно Не Знаю Как С Ним Разобраться То То Есть От Все Все Сейчас Стыкую И Чем По Эти Ребони Здесь Можно Экипаж Обзять Да Можно У меня Кстати Экипаж Тут Офигенный Корабль Жаль, что тут нет какого-то обзорного пункта такого, хотя чем тебе площадка не обзорный пункт, правильно? Зачем его не кушает каравал? Тут очередь такая стоит. Так, давай пока что мы тут по берегу, но они потихоньку отплывают, вернее летят. Сейчас я допустим беру свой авианосец, все я пристыковался, я взлетать не буду, но его, короче, выключить наведение и сейчас мы здесь подключаем, даже вот здесь наверное отсюда, здесь точку, а атаковать цели в радиусе, все, то есть они по-любому тут все захватывают и тут все будут атаковать. Вот, все, авианосец разворачивается, делает дело. Причем, правда, эскадрилья не атакует эти корабли, которые тут тусят. Вот, я слышу, как они атакуют авианосец. Потому что по-любому они атакуют, правильно? Да. Где они? Вот поэтому я и не люблю вот так стоять, потому что ни черта не видно. Даже хочу посмотреть, это экшон. Но, правда, учитывая то количество кораблей, которые тут уже пристыковались, увидеть что-то тяжело. Так, ну, по сути, развернулся уже практически, я так понимаю, вот это вперед. Практически уже развернулся. Да, наполовину. Ну, смотри, все корабли его кинули, а тут два, получается, один грузовой шахтер и один, получается, рейдер атакует его. Прям очень интересно. Пойдем нам пустим. Может, там будет что-то видно. Почему я не хочу взлетать? Потому что, судя по предыдущим трем моим попыткам, это все успехом не заканчивается. Ну, то есть, мой флот живет, а я лично умираю, потому что вот эти газовые облака, ну, я так понимаю, это мины в каком-то роде. Они это все делают. Вернее, они меня убивают. Так, ну что, понеслась. Почему он так странно разворачивается? Он сейчас не в ту сторону направился, вот вообще. Давай, может, мы на нем оборудование пустое. Ну, оно и так стоит атаковать всех врагов. Защитные дроны, защита. Просто это, как минимум, странно. Но эти корабли где-то или сбоку, или снизу. Они атакуют авианосец, а остальные все свалили. Смотрите, что они строят. Зачем вы строите, если, блин, у вас авианосец атакует? Дурочки. О, сейчас разворачивается. Сейчас они вернутся. По логике, сейчас должны отомстить. Я вообще вот не понимаю эту логику, как оно работает. Они кинули авианосец, полетели строиться. И абсолютно забили на то, что атакует сам авианосец. О, смотри, сейчас полетели почему-то к шоссе космическому. Зачем? Смотри, что они делают. Дурочки. Можно еще другой вариант сделать. Защитных дронов выпустить. Беги и пока. С другой стороны, блин, надо включить защиту. Все, теперь они пускай обратно садятся, потому что авианосец уже полетел. А они сейчас тут и останутся. Надо, чтобы они сейчас вернулись. Так, корабли стыкуются. Они, кстати, сразу ее атакуют. Молодцы. Так, все, мы, собственно, отправляемся. Смотри, они, в принципе, уже убили. Один остался. О, да. Все, теперь я сижу внутри. Теперь мне ничего не угрожает, потому что авианосец развалить просто предельно тяжело. Особенно даже вот этими минами. Ну, было, в принципе, видно. Щит успевает восстанавливаться быстрее, чем эти мины взрываются, поэтому, я думаю, тут не стоит беспокоиться. Ну, вот, то, что мои все маленькие кораблики будут страдать, это факт. И, по сути, было видно, как они получали. О, смотри, этот вообще в космосе, ну, не в космосе, а в пространстве стоит. Так, все, прилетели. Сочная логика, всем. И понеслась. Кстати, уже взрываются эти фини. Давай перейдем на другой вид. Так, ну смотри, щит полный. Корпус тоже цел. Ну, и мои, конечно, моя банда тоже вся тут. Ой, а что это такое? Удалить приказ. И этот приказ удалить. Ну, смотри, как сейчас делаем. Кстати, я только что слышал этот взрыв. Мы, короче, атакуем. Надо отменить приказ вот этот. Так. Ну, я прям слышу, как взрываются эти все штуки. Вот, они взрываются прям перед кораблем. Таким образом наносят ему небольшой урон. Так, ну там уже, короче, пошел махач. Мои корабли атакуют это все дело. Хотя они далеко отлетели. Вот прям видно, как от моих кораблей отлетает какое-то количество ХП. Когда взрываются эти, скажем так, мины. Ну, тут, конечно, жестко. Смотри, они уже щит начали долбить ему. Ну, прям найс, найс, найс. Хорошо. Ну, я думаю, большую часть моих кораблей, вот этих всех мелких, там поразваливаются. Так, есть, авианосец полетел вперед. Это значит, что остальные корабли вот эти сейчас тоже полетят. Оттуда практически все нет. Еще корабли поддержки не полетели. Еще какая-то часть еще прилетает. Честно, так хотелось бы вот это там полетать вместе с ними, повоевать, но... Я не хочу получить. Ну, вот, можно так понаблюдать. Просто тут этих красных точек очень много. Ну, да, в принципе, это мины. Все верно. Хорошо, кстати, что авианосец вот сейчас летит. Он, по сути, делает коридор, уничтожающий эти мины. Потому что он сам по себе большой. И он эти все мины уничтожает. То есть, вот они взрываются. Давай сейчас посмотрим, что у нас по корпусу. Да, смотри, корпус по чуть-чуть коцается, но он восстанавливается. Смотри, 78%. То есть, пока он пролетит эту всю тучу, он неплохо себя покоцает. Смотри, 63 уже щит. Надо пролететь. Надо тупо пролететь эту всю тучу. 52. 49. Ух, а если не хватит? Да не, хватит. Все, он уже, по сути, пролетел. Бойник, добро, это все. 53. Он быстро восстанавливается, по сути. 54. 54. О, видите, включая тучи, к этому пролетелом. Это же достаточно. О, во, смотри. Как хорошо тут смотреть. За этим эсминцем. Жаль, правда, нельзя на него как-то навестись. Ну, то есть, вот я тыкаю, и ничего не происходит, потому что я не в корабле. Ну, прикольно так посмотреть, как его будут убивать. Ну, то есть, мне интересно, сколько, допустим, у него сейчас хп. есть завалили они его отлично так зевс агрессор мы тебе чё делаем атаковать все цели в радиусе все приказ есть правда мои кораблики по коса на и жестко так где корабль поддержки почему они не летят почему не летит так как раз ну ну то есть надо чтобы он выпускал защитных войне защитных а ремонтных дронов чтобы ремонтировали мои корабли потому что здесь очень много покоцанных моих кораблей и очень много вражеских кораблей мелких которых надо убивать так но сейчас они перебьют вот эти все вражеские корабли главное что я кстати поскольку эту тучу они уже пролетели наверное мне можно уже отсюда бежать садиться в свой корабль и помочь своим разваливать если что я смогу сбежать сюда новый на авианосец вот это я понимаю звездные войны то что это эти ваши я не знаю как в игрушке и в онлайн потому что она как бы плакать агрессор но здесь в этой игрушке прям все это вы развалили это он тут принципе уже все трупы так а там это облачко вот там есть кораблик я не хочу сюда залетать так не 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 сюда не сюда не надо отсюда вылететь не ну конечно кораблей смотри сколько тут и трупики и еще как бы боевые контейнеров куча просто тьма бери собирай называется так нам бы лететь конечно к станциям станции разваливать так корабли все развалили сейчас беру зевса тут еще один авианосец летит эсминец вернее атакуем его что вот это то такое что вот это то такое что то за приказы такие я чуть не понял какие-то непонятные стыковаться ремонт атаковать цели в радиусе отключаю пускай не атакует это все дело так наконец-то прибыл корабль поддержки пускай ремонтирует все давай полетели поможем им то что кстати был приказ ремонт это был хороший приказ надо чтобы они как-то толпой на него налетали они по одному летят и он их по одному и убивают это плохо ух прям целая туча их туда летит прикольно однако прикольно так захватить его нет смысла потому что он очень большой а учитывая то что моих кораблей стоит приказ атаковать они усердно убьют это факт ну смотри хотя уже и сколько маленьких кораблей тут возле него летают все равно они ему даже толком щит не сбивают надо ждать больших кораблей эсминцев потому что как-то все печально так есть авианосец авианосец прилетел сейчас пойдут эсминцы вот смотри пошли все турели ну конечно вот этот вражеский эсминец убивать конечно то еще дело они очень мощные но с другой стороны смотри по чуть-чуть так а я буду движки им избивать он никуда не улетал так быстро мои стволы перегрелись так ладно пускай стволы пока что остывают он меня не атакует это радует он атакует мои кораблики теперь меня так мансим мансим есть двигатель сбили отлично так но я не хочу получать я не понимаю куда все полетели и почему они все его не атакуют а уже не долетают мои снаряды туда не вот реально летели летели стреляли в него туда забили все свалили все где логика ух ты жё моё теперь я понял что они на него забили а что вот это такое они куда-то куда он летит сопровождать корабль какой сопровождать атаковать ну так атака все верно ой как по мне там столько кораблей не знаю вытянуть ли наши смотри просто сколько их тут защитный дрон защитный дрон но их тут просто тьма тьмущая кто откуда довалить ближе к своим я сейчас свалю на этот корабль блин смотри движки выбили ему эти взрывы меня накликнуть эх где разрешение на стыковку бегемот агрессор бегемот дай мне пожалуйста разрешение на стыковку получено так есть пристыковался сейчас попробуем бегемотом надо это все как-то развернуть я не знаю почему они почему они летят туда непонятно почему они к авианосу не летят вот это меня больше всего сейчас мы на мостик берем этого капитана за шкурку и спрашиваем что не так жопа что ты делаешь так алло почему не управляется а движки тут включаем на защиту так защитные дроны я понял почему не двигается здесь движки все выбиты да и скорость не добирается нифига эх я понял он бесполезен этот пацан короче сейчас какой то взрыв большой был какой то мой корабль большой взорвали и защитные дроны там все полегли да без двигателя корабль полностью бесполезен так автосохранение ну как то такое себе не знаю слаженности между кораблями ноль они что-то вроде летают что-то вроде делают но в общем такая каша получается короче как то такое себе я ожидал больше какой то слаженности командной работы а оно получается такое себе я хочу домой я хочу домой ты об этом пожалеешь защитный дрон здесь ой пардон аж резко нос зачесался так 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 что бы тут как бы тут сделать тут есть какая то часть эсминцев но с другой стороны тут этих дронов просто тьма тьмущая защитных дрон и пи 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 п SHEAA а так авианосцы свалить Блин, вот эта Гравитация, это, конечно, жестко Так, пацаны, держимся Ну что, мы их сейчас отстреляем Офигеть, меня все время куда-то тянет Так, есть Этих перебили Ты об этом пожалеешь Тут их снизу, короче, очень много, смотри Защитный дрон Правда, не знаю, почему они снизу там летают Жесть, у меня стволы перегретые Почти все Так, есть Мне бы, конечно, свой корабль отремонтировать, но я не хочу вылазить, ремонт его Так, там 52 километра, это далеко Так, смотри, вроде этих перепили Кто меня атакует? Кто меня атакует? Такие пустяка на меня не остановите Вопрос на миллион, кто меня, мать его, атакует Ой, это вражеский Это вражеский, нельзя Ну теперь держать Кондор Защитник Защитник Так, они этого эсминца добьют Ой О, смотри, наконец-то они начали его уже прессовать О, пошли ракеты, пошли залпы, наконец-то так эти 22 километра они мне не страшны защитный дрон мне надо вот этих защитных дронов убивать это моя главная задача потому что давай сейчас этого чуть попрессую пока он меня не прессует можно его попрессовать правильно фу так сейчас мы этого эсминца завалим там смотри там еще два авианосца а нет это еще два эсминца офигеть просто офигеть как их тут много а я думал сегодня захвачу целый сектор просто налегке оказывается хрен тебе так давай мы попробуем движки сбить во 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 а он уже вафли ему так это хорошо зевс агрессор давай мы атакуем станцию атакуем а я лично буду атаковать вот этого сейчас они все дружно на станцию как накинуться мне надо вот этого грузового поймать и прессануть его правильно я же тоже должен какой-то вклад делать вот смотри его и так оттупают но у меня стволы мощные вот эти пулеметы оказывается они очень круто разваливают я помогу тут убить и сейчас если что полечу станцию помогу разваливать по крайней мере вот этих защитных дронов их там тоже будет очень много вот как раз где где на станции защитных дронов хотя возможно она уже часть дронов своих выпустила главное в твое облако не залететь так еще бы мне как-то свой давай возможно я корпус свой подлечу а потому что мне кажется это была бы неплохая идея агрессор ага хренушки разрешение тыковку получено серьезно где мой корабль или он взорвался только что да не не взорвался вот он а а жесть почему меня на 300 метров откинуло каким-то макаром еще где мой а я понял чё взорвало у меня же стоит заряжена тут эта Это бомбочка. Короче, я не знаю, что сейчас творится. Почему я не могу переключить? Оружие. О, есть. Наконец-то. Я там столько вот этих бомб наложил. Ну как, не скажу, что прям много, но мне ж надо... Поэтому я так и отлетел. Наверное, взорвалась какая-то эта бомба. Но по логике я должен был бы умереть. Какая-то дичь. 160 метров. Офигеть. А что делать с этими минами, которые я тут наложил, а? Их можно как-то деактивировать, допустим. Ну, вот смотри, она на корабле прилеплена. Что с ней делать-то? Сейчас попробую ее как-то деактивировать. Ну, надо подлечить корабль. Как ее деактивировать? Если это возможно, потому что вот она, по сути, прилеплена. Если сейчас просто корабль подорвется, это будет очень печально. Так, 73. Ну, он, кстати, долго лечится. Хотя не скажу, что прям долго. Сейчас быстрее пошло. Не знаю, с чем это связано. А дурачу как-то оно медленнее шло. Короче, моя наступательная операция затянулась. Ого-го, как. Во-первых, еще нужны корабли. Мне кажется, этого мало. Во-вторых, нужны более тяжелые корабли. Я как бы набрал очень много кораблей, ну, таких тяжелых истребителей, но надо больше... Еще тяжелее кораблей. Тогда, да, тогда будет дело. Ну, то есть как, просто будет более активно развиваться действие. Плюс у них и так будут свои защитные дроны. То есть они и так будут хорошо мелкие корабли выпускать. Так, есть 100%. Ручная бомба. Как теперь... О, без верить бомбу. Бульк. Я ее могу как-то собрать, допустим. Да, могу. Стыковка отменена. Контейнер. Так, есть ручная бомба. Теперь мне надо пристыковаться сюда. Эклипс. Агрессор. Разрешение на стыковку получено. Сейчас мы сюда быстренько пристыкуемся в отремонтированный кагавлик. Так, залетаем. Ты понял, сколько их тут? Блин, а я не могу и вылететь. Блин, они мне сейчас просто завалят. Ты понял, что я сейчас сижу в этих минах? Ну смотри, я кораблем управляю. Но то, что меня атакуют вражеские... Так, мне надо лететь куда-то к своим кораблям. Офигеть, сколько их тут. А где союзные? Союзных почти нихрена нету. Короче, я, наверное, сейчас умираю. Это факт. Их тут слишком много. А мы... Мы что, весь флот полег или что? Я не успею долететь. Просто жесть. Я выложил две бомбы у себя в салоне. Так, надо загрузить последнее сохранение. Боже, это такой кретинизм. Просто жесть. Как получилось так, что я выложил... Я хотел отремонтировать свой корпус. Но у меня, получается, была поставлена эта пушка с бомбами. И я выпустил две бомбы. Я просто в салоне каким-то хреном выкинул две бомбы. Я вообще не понимаю, как. Так, если я был в скафандре, я уже вылетал с корпуса самого корабля? Почему эти две бомбы находятся в салоне? Вопрос. Ладно, одна снаружи была прилеплена. Окей. Но почему две в салоне находятся? Офигеть. Короче, весь мой флот не развалил станцию. Они все там полегли. То есть, остался один авианосец. Сзади там корабль поддержки. Почему-то возле... Как это называется? Возле прыжковых этих врат. И все. Все остальные корабли, по сути, уже подохли. То есть, вот эти все мелкие корабли, это все до одного места. Надо, короче, строить эсминцы. Много эсминцев. Забивать их защитными дронами. Ремонтными дронами. И пускай они вот так и катаются. То есть, у обыкновенного эсминца там вроде 10 или 12 дронов можно с собой возить. У авианосца их больше. И за счет этого пускай они живут. А по-другому никак. Так, этот корабль у нас без движка. Сейчас этого... Мне надо сейчас на свой авианосец прилететь. И припарковаться. Кстати, мой корабль восстановленный. Что странно. Кстати, давай мы же вот этих развалим. Пробиваем быстрее. Защитные дроны. Отлично. Остановитесь. Остановитесь. Офигеть. Так, кто-то защитный дрон летает. Есть. Так, тут все. Конечно, его тут еще разваливать и разваливать. Короче, надо по модулям бить. Вот мы модули выбиваем. У меня тянет корабль, поэтому у меня все время прицел упадет в сторону. Конечно, время разоблиться, из которого ты плывешь. Так, половину счета моего. Конечно, сопротивляться, народ. Это и все, что ты можешь. Так, меня кто-то атакует. Так, точно. Ну, теперь держись. Почему они все снизу? Так понимаю, они снизу вот это атаковали, или что? Вот это ты зря. Да. Там целая группа летает. Так, давай, короче, сажусь на авианосца. Как решение на стыковку получено. Я за второй, давай. Идем сейчас на мостик и буду оттуда руководить, потому что, как бы так. Не, конечно, как я себе бомбу в салон две штуки закинул, это было, конечно, жестко. Если прямо этот авианосец будут разваливать, тогда, в принципе, я взлечу на своем маленьком кораблике и свалю отсюда. Да что это такое-то? Ну, что вы тут, банда? Как успехи? Почему мы еще не победили? Так, давай, смотрим, что. Ну, смотри, кораблей, по сути, много. То, что вот это есть целая группа здесь. Прикинь. 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 Почему так много приказов атаковать один этот? Так, ну эти с дронами должны бы расправиться. Стараются. Кондор-защитник. Ты тоже должен атаковать. Почему вот этот стоит? Кочевник. Ну, это как бы корабль поддержки, да? Ждать сигнала. Атаковать. Почему у него было по умолчанию ждать сигнала? Офигеть. Не, ну, конечно, флота я уже просрал тут неплохо так. Но с другой стороны, смотри, их не так уже и много. Почему перед этим, когда я бомбы себе в салон закинул, почему там было указано, что у меня практически уже кораблей не было? Я что-то не понял. Вот сейчас ситуация довольно-таки неплохая еще. Давай атакуем дальше. Теперь надо атаковать это все дело. А как, допустим, ему атаковать? Вот много целей. А как выбрать, допустим, это все? Ни хрена не понятно, если честно. Или это выделять надо? Ну ладно. Они, если что, развалят. Мне главное сейчас, чтобы все начали атаковать эту станцию. Мне надо эту станцию сейчас развалить. А, вот, смотри, идет два эсминца. Вот эти эсминцы как раз, наверное, и развалят мой весь флот. Не, ну тут реально жестко. Плюс еще защитные дроны, смотри, взлетают со станции. О, да. Вот кто развалил мой флот. Мне так легко не унижать. В бою, придется тебе об этом поналить. Офигеть, два эсминца и один какой-то очень крутой эсминец. Смотри, здесь два маленьких эсминца, а этот какой-то прям жирный. Бранч. Какой-то бранч. Жирный бранч. Как думаешь, выдержу я здесь или нет? Ну как выдержать, то даже идет не то, что я как бы на них напал, тут уже надо как-то постараться выжить. Мой авианосец, короче, свалил. Какого хрена он сюда полетел, спрашивается? Я не понимаю. Он полетел в поле вот этих всех. Блин, у этого что, дальше задача стоит? Ждать сигнала, сука. Что это за задача конченная? Какой нафиг ждать сигнала? Почему он там стоит все время? Авианосец у меня дебил. Серьезно. Он взял, почему-то полетел в облако этих мин. Боже, какой дурачок. Что он здесь делает? Почему он сюда полетел? Они, кстати, еще и слетаются. То есть они не просто стоят, они слетаются на авианосицу. Вот зачем он полетел сюда, вопрос. У него четко стоит приказ атаковать. Ускорение отменяем. Это что, стреляете, чтобы деактивировать что-то там? Окей. Просто жесть. Так, у меня корабль поддержки убили. Ой, тот тупо полетел вперед какого-то хрена. Станция и здесь, он полетел какого-то хрена сюда. Этот дебилоид взял, вообще полетел обратно почему-то. Этот вообще стоял возле врат фиг знает сколько. Так, просто логика у кораблей железная. Это жестко, если честно. Просто шикарно. Смотри, что он и дебильное делает. Просто почему-то полетел туда. Так, ладно. Атаковать цели в радиусе. Пускай они тут всех, если что, атакуют. У меня есть другая идея. У меня же еще есть корабли, правильно? Вот, смотри, тут есть авианосец. У него тоже есть корабли, правильно? Флот 1. Это все, что осталось. Просто смотри, это жесть. Здесь у меня построилось еще, еще, еще. А фигня, если честно, у меня тут построилось. Ну, боевых кораблей у меня больше нет. Вот это все, что осталось. Вот этот флот 1. Но там фиговый экипаж. Тут все, получается, у меня корабли такие себе. Так, наконец-то они тут разворачиваются. Просто я не знаю, какой логикой руководствуются эти корабли. Но это жестко. Скорее всего, мне тут победы не видать. Что если я сейчас свалю, допустим? Берем этот флот. И сваливаем, допустим, допустим. Мне надо отремонтироваться. Лечу сюда. Те приказы отменяю? Это отменяем. Он пускай летит, короче. Смотри, но все равно этот приказ есть. О, как же это все по-конченому работает. Все, разворачивайся нафиг. Просто какой-то бред. Залетел в это облако, получил кучу пидюлей. Выбил полностью себе щиты. Пока здесь корабли мои разваливали. Он там стоял, непонятно чем занимался. Так. Ну, у меня по сути флот развалили. У меня осталось, считай, два эсминца. Это все дроны. Защитные дроны, правильно? Да, защитные дроны. То есть, у меня осталось, по сути, два эсминца. Корабль поддержки. Он же кочевник. Здесь у этого нет движков абсолютно. Его тоже, скорее всего, завалят. Просто позорище. Серьезно. Вроде и экипаж стопроцентный. Ну, то есть, он максимум. Максимум все, что можно быть. Все по пять звезд. Просто все. Но оно так почему-то неправильно работает. Просто жесть. Абсолютно непонятно. Жалко, конечно, вот этого эсминца. Он просто без движков. К сожалению, я его потеряю. Вот этот кочевник должен был его отремонтировать. А, кстати, смотри. От кочевника тут как раз и есть. Типа, дроны сюда. Защитный дрон. Защитный дрон. Почему нет ремонтных дронов? Вот этот кочевник, если бы он с самого начала выполнял свои задания, он бы посылал ремонтных дронов. Они бы ремонтировали этот корабль, и он был бы сейчас в строю. Но так он сейчас будет умирать. По одной простой причине. Потому что ремонтные дроны не вовремя к нему летели. Блин, еще вот эти мины. Да, это мина, следопыт. Офигеть, ты представляешь, сколько они тут мин поставили? Ё-моё. Это просто жесть. Как можно было бы эти мины все по уничтожать? Прилететь туда и просто их отстреливать? Но их отстреливать нельзя. Это я уже пытался делать. Вот эти мины, кстати, очень сильно развалили мои корабли. Это факт. Потому что я видел, как мой флот их всех пролетал в самом начале сюда. И насколько сильно они его покоцали. Защитные дроны. Почему нет ремонтных дронов? Где они? Где ремонтные дроны? Ну этот все, этот уже сваливает. Короче, такой бред. Просто бред. Хреновая это была идея нападать. Ну то есть, судя по тому, вот как они взаимодействуют, это просто жесть. Лучше всего даже собирать чисто вот эсминцы. Притом надо тяжелые эсминцы здоровые делать. Ну допустим, я не знаю, вот есть вот как бы обыкновенный эсминец. Эсминец такой-то там, окей. А вот это что за эсминец? Какой-то бранч? Ай, что это за такая модель? Почему он такой здоровый? Вот эти эсминцы мои, бегемоты. Они примерно как... А нет. Это вообще другая фигня. То есть, это как тяжелые истребители, они у меня идут, бегемоты. А это идут именно эсминцы. Так, ты корабль поддержки. Бесполезный кусок. Который все время бесполезно стоял. Ты будешь улетать или нет? Разворачивайся полчаса. Но этот стоит, не движется. У него движков нет. Этот вообще в другую сторону летит. Почему он не улетает? Снова логика. Я дал приказ всему флоту отступать. Все улетают, а этот дебил летит в другую сторону. В чем прикол? Вот что с ним не так? Ну, у него приказ лететь и ждать. Почему он не улетает? Вопрос. Пока тут живы защитные дроны, он должен был бы улететь. Почему он летит в другую сторону? Ох, жесть. Просто жесть. Разворачивается. Это просто жесть. Им пока 10 раз не тыкнешь, чтобы он летел туда, он это не делает. Он занимается непонятно чем. И здесь же тоже экипаж не самый хреновый. Смотри, здесь тоже топовый экипаж. Потому что да, этот корабль у меня уже очень долго. Все специалисты. 220 человек специалистов. Они непонятно чем занимаются. А, ремонтные дроны 0. То есть он их выпускал, но их у него вообще нет. Ракеты все есть. Эти ракеты все есть. Пускай хотя бы этих дронов поупускает. Пускай атакует, пока он тут разворачивается и летит. Я не знаю, почему у него нету ремонтных дронов. 46. Почему активные 0? Это все защитные дроны. Или ремонтные дроны, они идут по-другому. Они по-своему работают там. Ну, то есть по логике он должен был их выпускать. И они должны были это все дело ремонтировать. Я не знаю, честно, почему оно так не работает. И как оно работает. Ну, то есть активные 0. У него 46 дронов. Ремонтных. Активных 0. Так, ну смотри. Он сейчас своих дронов поупускает. Защитных. А их как-никак 30 штук тут. Они тоже что-то еще поделают. Смотри, какая орда. У этого есть еще какие-то дроны? Так. А, тут ему это выбили. У этого дронов нет. Офигеть. Ну, получается один бегемот у меня там остался. Плюс тут еще куча дронов защитных. Пока что там летают, что-то сражаются. Но он сейчас их всех 30 выкинет. Они все тут будут летать. По сути, смотри. Есть, кстати, хорошая логика в этих кораблях поддержки. То есть смотри. У него как-никак 30 защитных дронов. То есть, если смотри. Он сейчас их выпустил. И тут прям новое поле боя образовалось. Если, допустим, этих кораблей поддержки, там штук 5 сделать во флоте. Парочку авианосцев. Да даже, по сути, один авианосец. Тоже там куча дронов налепить. И остальное тяжелыми какими-то эсминцами и истребителями напихать. Ну, смотри. Тут реально вот сейчас он их повыпускал. И тут прям жесткий махач начался дальше. Это факт. Ну, вот этого жалко. То есть, его бы отремонтировать. Че, если я туда телепортанусь? Ну, тут как бы вот эти просто рейдерские группы. Вражеские. Если бы я, допустим, сюда телепортировался. Сейчас мы туда телепортанемся. И что, если я, допустим, сейчас влечу и движки отремонтирую в скафандре? Это, конечно, та еще идея. Блин. Это не то. Блин, меня подорвали. Блин, почему у меня по умолчанию стоят эти гребаные мины? Надо их вообще продать. Ну, то есть, пойти в какой-то торговый... Ну, у торговцев и продать это все дело. Ну, короче, это жестко. Мой флот получил люлей. Я считаю, это было просто потому, что, ну, какой-то слаженной работы вообще не было. Ну, то есть, этот... Ну, хотя тут тоже мой минус. Во-первых, это опыт для меня. И я не понимал, почему этот корабль поддержки стоит сзади. Потому что он должен был лететь дронами, ремонтировать мои корабли. И дронами поддерживать атаку. А он, получается, стоял сзади. Я не понимал, почему. Оказывается, у него просто приказ почему-то был стоять, ждать. Тут я вообще, кстати, не въехал. Потому что у всей флотилии был один приказ ехать, атаковать. Лететь, атаковать. А у него одного почему-то был приказ стоять, ждать. Я вот тут вообще не въехал. И он, по сути, весь бой он просто сзади стоял, ждал. И он абсолютно не ремонтировал мои корабли. Плюс еще вот эти мины они очень жестко ударили по моему флоту. Вообще, наверное, было бы лучше допустим перелететь это все облако мин. Ну, пускай, окей. Корабли какие-то пострадают там. Но перелететь это все облако где-то стать в чистой зоне остановиться просто чтобы эти корабли поддержки мои отремонтировали все это дело. Так, я пристыкован. Ты что, на приколе? Это я в облачко попал. Я не был пристыкован. Мне надо было садиться сразу а тут это мина. Короче. Ну, алло. Это печально. Я только загрузился, ждал 30 секунд, пока оно загрузится и сразу же подорвался корабль. Так. В принципе, да. Если так отлететь, ремонтные дроны отремонтируют мои корабли во флоте. Плюс, по-любому, будут какие-то вражеские эсминцы. То есть, вот этот флот, который в самом конце прилетел, это он прилетел уже совсем с других квадратов. Потому что, ну, они же, само собой, тоже общаются, не тупые. На них нападают там и они собирают весь флот, который у них есть военный и перекидывают в ту точку, где идут какие-то агрессивные действия. Поэтому, собственно, они в самом конце и прибыли, потому что им надо было время, чтобы прилететь. И пока я вот эти, с этими минами боролся, с этим всем делом, они как раз прилетели. Но мне кажется, если действительно я пролечу это все минное поле, за черты этого поля, соберусь в кучу, отремонтирую свои корабли и плюс уже буду смотреть, если на меня кто-то летит, я буду атаковать. Но как вот это минное поле перебить, это, конечно, жестко. Да вы что на приколе? Гребаные мины. Так, ладно, дарод, я понял. Я просто хотел сохраниться, хотя бы еще выйти, улететь отсюда. Но как бы время уже поджимает. Короче, моя диверсия обломалась. Собственно, я буду загружать вот это, до атаки на ксенонов. Загружу это сохранение и нападать не буду. Ну, по крайней мере, можно нападать, но не на этот квадрат, потому что здесь очень все жестко. Вот эти мины, они по сути действительно, я думаю, даже где-то половину хп моих кораблей, они покоцали, и то, что мой авианосец в конце полетел в эту тучу, непонятно почему, я не знаю, почему оно так руководствуется. То есть, такое ощущение, что мне надо идти просто вставать за штурвал авианосца и вручную его разворачивать на месте и тупо направлять вперед и указывать, что вот твоя цель, почему ты разворачиваешься, сваливаешься, фига знает куда. Он тупо развернулся, полетел в это облако и это облако практически полностью ему щиты выбило. Ну, то есть, у него оставалось там процентов 10. В чем прикол, я так и не понял. Просто, пока там моих кораблей сзади убивали, мои корабли, он просто полетел и там вздыхал непонятно почему. Почему не грузится за это? Офигеть. Где? Где загрузка? Ладно, не будем, короче, ждать. Ой, на сегодня все, мы по-любому, по-любому переиграем этот весь сценарий. Я думаю, мне надо набирать больше тяжелых истребителей и в следующий раз мы попробуем еще раз. Но я думаю, на другой квадрат полетим, потому что с этим квадратом получилось проблем-у-лич-ка. Так, давай посмотрим, что тут у нас. ой, как хорошо видеть весь свой флот в сборе. Ход в систему. Притязание понтифика. Смотри, прям все тут есть. Все молодцы. Что-то это, кстати, такое. Вход в систему. Святое видение. Блин, это очень плохо, то, что ты им даешь, допустим, приказ, а они его не выполняют, потому что у них есть вот какие-то еще там важные. Вход в систему. Снезарение. Какое стыковаться? Я не хочу, чтобы ты стыковался, я хочу, чтобы ты его атаковал. О, наконец-то. Блин, просто бред. Где он? Где этот корабль? Вход в систему. Второй контакт. А, он улетит. Кочевник его не успеет догнать. Скорее всего. Что если мы допустим Вход в систему. Аргон Прайм. Защитные дроны. Ой. Атаковать всех врагов. Вот сейчас по логике должен защитных дронов выпускать, и они его догонят. О, не, он уже хрен его догонит. Ладно. Так уж и быть. Отменяем это задание. И пускай он дальше на автоторговле, пускай себе торгует. Так. Ладно, ребятки. На сегодня все. Всем спасибо, кто смотрел. Пишите в комментариях, не знаю, какой у вас флот. Как вы боретесь с этим всем делом. Но я вот, по сути, сейчас первый раз я обломался. Оказывается, вот этот квадрат, где он, вот, порочная логика, оказывается, он реально жесткий. То есть здесь надо пролетать эти все минное поле, куда-то сюда сваливать, к примеру. И потом уже разворачивать свою атаку. Ну, пока что надо собирать еще больше флот. Так что в следующий раз попробуем. Ладно, все. Всем счастливо, всем пока.